Еще раз всем привет. Как у нас уже по традиции говорят, привет семья. Мы начинаем наш семинар весенний. У нас сегодня тема финансы. Вова, не забывай за запись включить. Ага, все, вижу. И начинают по традиции у нас друзья Сехи, Петя, Станя. Пожалуйста. Всем привет, меня зовут Таня, я алкоголичка. Спасибо большое за доверие. Спасибо большое за возможность снова вас видеть. Спасибо большое. Да, я пока начну одна, да, потому что Петя и Таня-то начинают, но Петю кто-то позвонил, и он сказал сейчас минутку и вышел. Поэтому я вот буду представлять нашу семью пока, в общем-то, в моем лице. Ну что ж, да, тема финансы. То, чего Таня хотела отсидеться и переложить на Петю, пусть Петя рассказывает. Бог сказал по-другому, Танечка, начнешь ты. Да, я такая тема, да, действительно, финансы, она для меня, ну, никогда не была простой. По той простой причине, что я откуда-то знала, что денег должно быть у меня достаточно, да, то есть много. Вот, и если говорить про то, что, ну, моя проблема является одержимостью, да, то вот я не сразу увидела, что деньги, они тоже являются какой-то такой проблемной частью. Мне всегда казалось, что вот, ну, как-то к деньгам я дышу ровно, думала я, да. Да, сегодня я уже знаю, я к ним дышу ровно, когда они есть, да, когда их нету, то я, мне становится довольно-таки неуютно. Вот, и, ну, если говорить про деньги, как это все начиналось, моих взаимоотношений с деньгами, да, то я родилась не в очень богатой семье, и я дитя учителей советских. И в доме, ну, мы не голодали, не бедствовали, не нищенствовали, но и, ну, как бы шиком, да, это не назовешь, то есть это было такое, ну, стандартно советское детство. То есть я была одета, обута, но не более того. Но что я хочу сказать, вот так вот, особенно я бы сказала, что вот финансовой грамотности с детства я не была обучена, да, и вот взаимоотношениями с деньгами, ну, так, наверное, может быть, не только у меня было, но, ну, не уделяли внимания ни родители, ни школа как-то вот, ну, не учили нас обращаться с деньгами, чтобы этому вот кто-то придавал какое-то значение. Вот все твердили, да, в советское время, деньги не главное, не в деньгах счастья. Вот эти установки, они были в меня тоже заложены, ну, не в деньгах счастья. Потом там, да, в подростковом возрасте кто-то добавил овых количестве. И, в общем-то, вот такие у меня были взгляды на деньги. И я вот помню, что я когда в 16 лет, да, там, поступила уже в институт, и родители выделяли мне какие-то, какие-то теньки, да, вот, что называют свои, на карманные расходы. И до этого первые школьные заработки я отдавала в семью, да, мне даже не предлагалось их оставить себе. То есть как-то так мама это все время протягивала руку, ну, заработала, давай сюда, да, это же общий семейный котел, да. То есть своих денег у меня не было, вот таких, чтобы я ими могла распоряжаться. А потом уже, когда я поступила в институт, какие-то первые деньги стали появляться у меня, да, там. И я их так, ну, успешно тратила на себя, и не на других же, понятно, да. Но, так скажем, зарабатывать, зарабатывать я начала чуть позже уже, да. Я когда уехала на заработки, ну, как на заработки, да, я уехала в Москву, собственно говоря, за лучшую жизнь, именно финансовую. Потому что уезжать, ну, из насиженного, да, там у меня были друзья, там это компания, все. И если вот так вот сегодня положа руку на ту, и в Москву я уехала из Украины, я уехала за пеньгами. Я уехала заработать себе на какое-то жилье, потому что, ну, не виделась, возможно. Ну, и, собственно, осталось. И вот тогда уже, да, когда я работала, ну, стала работать там в компании, стал какой-то карьерный рост, да, и деньги появились. И я вот тогда почувствовала вот эту вот свободу, да, которую дают деньги. И я, у меня когда спрашивали, ну, ты вернешься обратно, ну, ты же там собиралась заработать на квартиру, там, купить себе ее потом уже, ну, в родном городе, где я родилась. И я поняла, что я не вернусь. Не, мне вот это вот, вот жизнь от зарплаты, как у мамы моей, у папы, да, там, от зарплаты до зарплаты, с заниманием у соседей, там, это три рубля, да, если не хватает, или там на сберкнижки, вот эти какие-то гроши, которые они читали, вот это меня не устраивало. То есть мне нужно было много, все и сразу. И я, собственно говоря, я это получила, я неплохо работала, да, там, какую-то карьеру построила, и деньги лились рекой даже в какой-то момент времени, да, прямо рекой. И они были не считанные. Я к тому говорю, да, что я грамотно финансово, грамотно распоряжаться деньгами тогда и в употреблении вообще не умела, да, то есть если они были, то их сразу много не было, ну, сразу быстро не было. Я очень щедро раздавала друзьям, я там могла дать толк не вспомнить потом об этом. И потом, когда уже протрезвели, я помню, что мне, наверное, там, я не знаю, но очень много кто был должен, да, я с пьяных глаз могла многих вспомнить. Я не могла, вот, но не в этом суть, да. Суть в том, что вот деньги, я еще раз повторюсь, я не дружила с ними в хорошем смысле слова, чтобы они, ну, как-то финансовой грамотности такой не было, да. Я все время, знаете, вот эта расточительность такая, даже вот, как я называла это, щедростью, нежадностью. И я тоже, на самом деле, я даже когда, ну, сексуальную инвентаризацию потом делала, я помню, что вот это вот у меня важное было качество, да, к мужчине претензия была, он не должен быть жадным, да. Да, в моем, ну, в том, в моем представлении нежадный, да, это вот, ну, как идешь, да, на поворотах, как деньги из кармана бывают, да, в общем, как бы нежадный. Вот, ну, то есть, да, на самом деле, ну, не было, говорю, вот у меня с деньгами были сложные взаимоотношения, в том смысле, что я их, и знаете еще что, да, вот это тоже, как бы в инвентаризации я увидела, ну, естественно, да, желание покупать, покупать любовь за деньги, деньги, ну, да, это же легко, да, то есть я там еду к племянникам, да, как с пустыми руками, к ребенку же нельзя, да, и даже я помню, было нормально у меня в моей голове, да, там, взять в долг, чтобы купить ребенку какую-то там игрушку, хотя своих денег, например, у меня не было, но вот с пустыми руками нельзя, эти установки тоже были, и в этом было очень много такой вот, да, ну, нечестности и, как это, ну, корысти даже, наверное, да, то есть я понимала, что деньги являются разменной, ну, разменной такой меной, да, и в том числе и в человеческих чувствах, то есть я, я даже помню, что моя сестра когда-то расплакалась однажды, потому что они жили довольно бедно, а я уже на тот момент зарабатывала, я всегда приезжала к ним с подарками, к детям, да, к ее детям, своим племянникам, и я приезжала, и вот я приходила, вот прям царица-королева пришла, и тебе, и тебе, и тебе, да, естественно, дети, ну, они маленькие, они любили, и она расплакалась однажды и сказала, типа, я бы тоже так хотела когда-нибудь принести своим детям столько, сколько я хочу, как ты вот это вот делаешь, да, мне очень жаль, что я не могу это сделать, я не видела тогда своей вот этой, да, тоже гордыни, вот, ну, и то, что я, собственно говоря, ну, покупала вот эту любовь и племянника в том числе, да, за эти, за подарки, вот, и поэтому, когда я, ну, а когда протрезвела я, да, то я поняла, что, ну, если у меня и было что-то своего, и что-то осталось, вернее, да, что было не пропито, это вот только благодаря тому, что там в свое время как-то родители вот там помогли Петины, да, там, они не дали нам пропить квартиру там и так далее, да, и, собственно говоря, тоже благодаря им, что там ребенок у меня был прописан в моей квартире, я не могла ее по пьяни продать, хотя тоже пытались там закладывать и заложить, вот, поэтому вот чудом, да, что мы не остались на улице, это вот благодаря родителям только помощи, и надо было с чего-то начинать, и вот первый год работать, конечно, я не могла там зарабатывать деньги, потому что, ну, я была в очень плохом состоянии, там, собиралась в кучу, вот, а потом, вот, когда у нас был год трезвости, да, мы приехали уже в другую страну, и вот это вот финансовое взросление, да, происходило в том числе, вот, как и все, да, то есть я училась всему в трезвости, да, вновь на первом году трезвости, да, там, улюбить, дружить и в том числе обращаться с деньгами, это было, это было, ну, прям трудно, потому что я, я не понимала, я не чувствовала, и мы не умели друг с другом договариваться, да, там, я помню, когда я ходила в магазин, да, здесь, здесь уже в Чехии, да, и мне было это, ну, мне было непонятно, новая валюта, новые, новые цены, новые, это, я не понимала, деньги у нас есть или нету, да, и мне было все время, денег нет, да, мне было все время, мне говорилось все время, посылался вот этот посыл, денег нет, надо экономить, да, и как, как договариваться, и мы, мы не то, чтобы ругались за денег, нет, но нет, но нет понимания были, слава богу, да, на тот момент спонсор сказал, что, ну, шаги шагами нужно бы неплохо было изучить традиции анонимных алкоголиков, и там много станет понятно, да, и вот тогда появились в нашей жизни традиции, и вот с ними, да, вот это вот, ну, как самообеспечение, да, обеспечение себя, своей семьи, финансовой в том числе, и тогда, да, у нас появился здесь, в Чехии, там, какой-то свой небольшой бизнес, а я, ну, в общем-то, я не понимала, да, и вот кто у нас главный, да, кто в ответе за деньги, мне всегда хотелось, чтобы, ну, я была главная, а кто-то отвечал за последствия, вот это вот разделение меня бы устраивало, да, но так не получилось, и я сегодня очень благодарна, да, благодарна тому, через который мы прошли, потому что вот этот вот трезвый бизнес, мы как-то нащупывали, вот, я не знаю, нащупывали, вот, как распределение обязанностей, распределение ответственности, распределение денег, да, и тоже очень помогло мне тогда, это было, я не помню, кем спонсорам было сказано, или это я вот этот в новых очках прочитала, или откуда-то, да, появилась вот эта установка такая, да, что работать, работа как служение, а финансовая, ну, оплата твоего труда будет таким приятным бонусом, и вот когда у нас появился здесь бизнес, да, свой, это был там, ну, мы сдавали в аренду квартиры, и, ну, вот, встречали туристов, да, это посуточная такая, по сути, это самая вещь, я бы в один момент приуныла, да, потому что я села такая, думаю, господи, а ты что меня в трезвых оставил, чтобы я сейчас вот ходила унитазы мыла, да, и это самое, ну, я же о себе-то другого мнения, да, я же, ну, как бы, амбиции-то много, да, и я приуныла, я посмотрела, думаю, а что это такая, какая-то работа очень даже, ну, нет, да, не серьезно, я думаю, ну, временно, наверное, можно сказать, да, наверное, временно, да, просто, чтобы там перетоптаться, да, вот, а потом в какой-то момент мне вот спонсор тогда сказала, да, Таня, попробуй посмотри на это как на служение, ведь ты же встречаешься с миллионами людей, ну, вот, просто через вас идет поток людей, да, постоянно из другого, ну, из других стран, да, и попробуй сделать их отдых, они приезжают, вот, в Фрагу, в Чехию, они приезжают на несколько дней и попробуй сделать это, вот, чтобы им понравилось, да, и я стала их действительно не вот, что я там за деньги, как, ну, мою эти квартиры, нет, я жду гостей, и каждый там, каждый день, каждые два дня встречают новые люди, новые, и вот это, конечно, конечно, влило такие краски, да, в эту работу, я ее полюбила, я сегодня вот прям горюю, что коронавирус, да, и что вот гости к нам не едут, потому что я прям, я стала обожать эту работу, во-первых, это не, ну, там, не офис, да, там, с 8 до 9, то, что я, в общем-то, проработала 20 лет в офисе, в начальниках и в каблуках, в юбке, и тут можно спокойно, да, я там в джинсах и в кроссовке, у меня не нормировал рабочий день, я постоянно общаюсь с людьми, я общаюсь с ними там на разных языках, они рассказывают мне какие-то эти, они привозят какие-то сувениры, и постоянно у меня ощущение праздника, да, я постоянно в этом туризме и постоянно с этим, это была сказка, да, именно после того, как я стала смотреть на это, как на служении, просто я хочу быть полезна этим людям, да, а вот деньги были уже с вот таким вот, ну, бонусом, да, что это, как называется, да, и это сработало, вот, но если говорить про, ну, ну, вот этот бизнес, он сегодня немножко видоизменился у нас, да, потому что туристов нет, там, ну, немножко более скучная, скучная такая, да, вариант работы, ну, я думаю, что у всех сегодня не весело, потому что, ну, потому что такие времена весело, да, но сейчас ты расскажешь, вот, и это самое, и тоже, вот, если, ну, заканчивая своего этого, я скажу, что еще было интересно, конечно, распределение ролей, да, я тоже не могла долго понять, вот мы поговорили, ну, знаете, такие есть установки, да, что там, если хочешь, как это, прежде чем занять у друга деньги, да, подумаешь, что кто это дороже, там, друг или деньги, что вот с друзьями нельзя иметь финансовое дело, да, то же самое говорили, семейный бизнес, это прям страшное дело, да, вы разойдете, вы не потянете, вы разведетесь, потому что это вместе работать, кто главный, кто не главный, это было, ну, пугало, да, что называется, но на самом деле все, слава богу, ну, по крайней мере, пока, да, все обошлось, опять же, благодаря принципам анонимных алкоголиков, благодаря принципам служения, да, мы пытались там, какие-то у нас распределения обязанностей, кто, кто, что будет делать, да, договариваться как-то, все это не работало, а потом в какой-то момент, да, там, ну, пришло там, Петя взял на себя бухгалтерию и финансы, да, потом, а что касается работы, вот, у кого свободные руки, кто-то делает, и это тоже сработало, да, мы там, ну, как-то не было вообще ни подележки никакой, в общем, на сегодня я хочу сказать, да, что бизнес в семье возможен, если руководствуются принципами анонимных алкоголиков, да, если я это делаю тысяча на ноль, вот я делаю свой участок работы, я делаю свою часть, вот, как бы, советуюсь только со своей совестью, да, и второй человек делает то же самое, и мы как-то вот сходимся, когда в середине, когда ближе ко мне, когда ближе к нему, но это не, ну, не измеряется сантиметрами, я сделал столько, а ты сделал столько, вот, то есть я, я не знаю, как моему мужу со мной работалось, да, но мне с ним работает офигенно, честно, честно скажу, да, возможно, у него другой взгляд на процесс, ну, вот, спасибо, я, наверное, на этом слово тебе передам. Спасибо. Петя Алкоголик, привет, что я просто опоздал, привет, ребят. Про деньги, я не знаю, Таня так говорит, все, несколько раз сказал, да, кто главный, кто главный, очевидно же, кто главный, правда, в семье двух алкоголиков, да, я думаю, что, ну, я говорю, что она, а думаю, что я, а она говорит, что я, думаю, что она, ну, что тут думать, все понятно, а здесь два алкаша, кто тут главный, ха, как бы там, что бы ни было, но вообще, когда мы говорим про деньги, да, для меня, когда я говорю про деньги, я говорю, равно безопасность, да, потому что, если же так говорить по-честному, две вещи, секс-секс, ну, все вокруг ширинки и вокруг кошелька, у меня все просто, не надо никуда ходить, и это взаимосвязано напрямую, просто жесткий способ, жесткая связка, как бы, да, чем больше бабла, тем выше моя сексуальность. Так уж, так уж, так уж, так уж заколотили в детстве, но ничего не сделаешь с этим, да, ну, это, куда я денусь, я там в коммуналке жил, да, ну, я не буду рассказывать про эти, да, советские дела, всем это знал, что мы там в золотых пеленках, золотой ложкой во рту, ну, понятное дело, там, у всех эти коммуналки, там, ба-ба-ба, там, и так далее, я был счастлив в этой коммуналке, да, у меня было счастье, мне было огромное желание, чтобы поработал лифт до восьмого этажа, чтобы была горячая вода, и чтобы не было соседей, все, жизнь удалась, как бы, да, поэтому, но к деньгам я, у нас же нет культуры вообще денег, да, как бы, ну, в Советском Союзе не было этого, это мы не учили, нигде, 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 я даже не знал, что это вообще существует, что есть культура, общение с деньгами, ну, как бы, обращение с деньгами, что это некий банковский билет, да, что у нас такое вообще деньги, ну, что этому учил, не то этому не учил никогда, потом эта перестройка, да, и все очень просто, бери побольше, тащи подальше, чтобы, главное, никто не догнал, как-то, да, и все, а если бюджет, вообще просто, ну, как его не осуществить, я тут тоже, все, и деньги, естественно, были, так уж сложилось, да, что тогда, когда, ну, Союз распался, все это так хлынуло, да, и я там в молодом этом возрасте, я все это хапнул, естественно, что для меня понятно, да, что это безопасность, это престиж, это любовь, это здоровье, и я никогда не думал, что за деньги можно купить все, никогда, не было такого у меня в голове, я знал, что нельзя купить любовь и истину, я знал, что нельзя купить дружбу, но я точно для себя знал, что это, вот, в рассказе Билла очень классно написано, много раз в рассказе Билла много раз написано, восхождение к успеху началось, думал я, да, я еще докажу миру, на что я способен, банкир со скептическим изумлением следил за тем, как я ворочил огромные суммы недели, ну, я так, там, может быть, не дословно, но как-то так, да, то есть для него было очень важно, или он там, я перемещался по площадке для гольфа, который ворочал мне такое почтение, там, в юности, вот, мы сейчас живем под гольф-клубом, перемещаемся по этой площадке для гольф-клуба, ни разу не играли в гольф, едим там мороженое, я не понимаю, что она ему там ворочала, потому что в Чехии пенсионеры только не играют в этот гольф, и он совершенно здесь дешевый, как бы, как по улице, да, чего там такого, вот, поэтому, и вот это все, я к себе это в детстве наколотил, я был уверен, что если я этого достигну, да, то я, как бы, успешно состоявшийся человек, и для меня это самое главное, что для меня это была цель, цель заработать бабла, и был список, на что мне нужны деньги, я должен, я должен, я подчеркиваю, как у меня здесь, да, заколочено, я должен обеспечивать семью, я должен купить дом, я должен купить две тачки конкретные, то есть это должны быть какие-то немецкие автомобили, да, японские это для молодежи, ну, там столько всяких вот этих шаблонов, подшаблонов, там, ну, с конкретными цифрами, названиями, там, каталог, короче, мне в голову подгрузили каталог, который я должен приобрести, да, в своей жизни, там, не знаю, какой-то фирмы часы, там, одежду такой-то марки, да, там, ну, что-то такое, и вот тогда я состоялся как личность, да, если нет, я как мужик дерьмо, все, свободен, иди на помойку, будь там этим, как его, ну, короче, второй сорт, таких бабы не любят, а еще в детстве это прекрасная, обалденная фраза, я оттащусь от нее, будешь херово учиться, будешь всю жизнь ключи подавать, вот, и как бы, если я вдруг начал что-то делать руками, ну, типа, подавать ключи, там, снец, релекторик, офигительные профессии, которые в Чехии не найдешь, вообще с руками людей отрывают, которые, ну, мастеровые, которые имеют ремесло, я сейчас так жалею, что у меня нет ремесла никакого, себе не представляется, люди, которые имеют ремесло, здесь у нас, ну, на вес золота, да, это такие ремесленники, крутые ребята, а мне с людьми говорили, что это не шесорт, это что за такой геноцид вообще, что это, ну, вообще, ну, ку-ку, да, мастеров называют, что там будешь балбесом какие-то, вот, я, да, я с этим учился, я обратил внимание, когда я дошел, в четвертом шаге дошел до денег, да, меня спонсор поймал на том, что я ни разу, нигде не написал, что я их зарабатываю, я даже не употребил это слово, эх, доставал, эх, делал, эх, находил, эх, надыбаю, там, еще чего-то, но я их не пойду, не заработаю, даже в лексиконе нет слова, нету, да, и, конечно, как я, ну, понятно, что, да, там, таможни, там, какие-то там, недавно вспоминали, рыжали, как мы с Таней здесь пустой поезд, абсолютно, состав пустой отправили, заломывали, по пьяни, пьяные ходили, тут проект Флави был, общеевропейский, и мы контейнерный поезд пустой зафигачили, ну, то есть вообще, как бы, какие там заработки, да, во, огонь, бабло, все классно, но оно как приходило, так и уходило, оно вообще не держится, как бы, да, вообще, оно не принесло мне никаких плодов, и самое прикольное, что в какой-то момент были деньги, как Таня говорит, да, были деньги, прям были, и что, и когда, а я поставил их в цель, я как бы этой цели достиг, вот две машины, там, из этого каталога, да, там, квартира, да, и я сижу, я понимаю, что просто это такая жопа, это, говорит, плохо, когда ты чего-то хочешь, и не можешь этого достигнуть, а еще хуже, когда ты это хочешь, достигаешь, а тебе это не нравится, и ты начинаешь перетирать, наверное, блин, наверное, машина не такая, да, наверное, надо купить там, С-класс, да, и ты поехал в другую страну, не та страна, и ты потом понимаешь, что мир, оказывается, не такой большой, когда ты имеешь возможность путешествовать, да, ты думаешь, я вот сейчас начну путешествовать, будет, во, а ты начинаешь путешествовать, и понимаешь, что, как бы, ну, да, что, Юго-Восточная Азия, да, там, Южная Америка, ну, да, ну, джунгли, классно, да, что, когда внутри-то пусто, чего, когда для тебя это была цель, бабки, ты ее достиг, а оно, все, ты втыкаешься вот в это, это как, собираешь пазл в 8 тысяч единиц, все собрал, а в середине одну потерял, и этот пазл, он весь собран в 8 тысяч, все классно, у тебя самый красивый, а в середине, прямо в середине, вот ты, ну, можешь пластилином залепить, да, ну, как бы, ты же не повесишь ее, а если повесишь больше, то будет каждый раз больно, да, как бы, вот эта пустота и все, и мы, да, вот, и вот с этим совсем, да, попадаем на алкоголики, выздоравливаем, какие там деньги, понятно, там нет, а денег живых, да, все отлично, приезжаем в Чехию, спасибо родителям, да, поддержали, помогли, приезжаем в Чехию, а мне спонсор сказал, я же протрезвел, я же 3 месяца, а у меня как была установка бабки, решают все, ну, это же цель, все равно, это моя безопасность, деньги, я же давай ломиться, деньги зарабатывать, он говорит, слышишь, успокойся, ты сейчас помрешь, иди, разбирайся с собой, есть возможность, ну, да, если к отцу обратился, говорю, пап, так и так, он говорит, сынок, иди, выздоравливай, да, все, мы поможем твоей семье, пока на этот период поддержим, я благодарен им бесконечно вообще за все, и, конечно, это большое было, ну, не знаю, даже невозможно не переоценить, да, эту ситуацию, вот, и в итоге, да, мы на первом годе трезвости сюда приезжаем, и спонсор мне говорит, Петь, а теперь пора работать, а я уже, я же выздоравливаю, подождите, я же духовно расту, как вы работаете? Че, новый текст пошел, какой-то не тот от него, блин, я говорю, ну, хорошо, а мне позвонили со старой работы, там я там, ну, там уже всякое разное было, и они узнали, что я раздуплился, немножко в себя пришел, и они, что, петька, в Европе, сейчас мы замутим опять, и они же звонят, я спонсор говорю, я говорю, так и так, он говорит, Петь, ну, ты же знаешь, да, что там будет? Я говорю, ну, знаю, он говорит, ну, тебе нельзя же как-то, да, там же в книжке написано, что нельзя, я говорю, ну, нельзя, я говорю, а делать-то что? Он говорит, смотри, берешь, я тогда еще курил, берешь, он мне прямо инструкцию скинул, берешь, куришь сигареточку, берешь телефончик и в Гугле набираешь, работа в Фраге, И идешь прямо на первую попавшуюся. Ну, помолись только перед этим делом. Ну, такой у меня наркоман на приколе чувак. А я же баран, я же ему верю, думаю, он был полный чувак. Я покурил, помолился, смс набираю в Праге, по гуглу, на русском языке. Вы можете понять, что я тут вообще, я только приехал в Чехию, вторая неделя пошла. Я по-русски в гугле набиваю, работа в Праге, что ли там вываливаться. Мне первое, ищем помощницу на кухне, помощницу. А я с ним как бы, ну, не спорю, потому что я же понимаю, что я когда делаю, о чем он говорит, у меня как-то работает. Я же звоню туда, без чешского языка. То есть я думаю, ну, как-то сейчас буду блеить там что-то. А мне по-русски там, да, ищем. Я говорю, я по объявлению. Вот, ну, подождите, там помощница, вы там что-то попутали, наверное. Ну, мне как бы вот надо. Очень надо к вам попасть. И я приехал к ней на собеседование. Она когда увидела у меня документы, а у меня очень хорошие документы тут такие, нормальные. Она на меня смотрит, у нее такой был вопрос, ну, что, прячетесь от кого-то? То есть, типа, ну, зачем вам это? Я не понимаю. Потому что у нее там на попольской визе там люди работают. Ну, какие-то вообще, которые тут нелегалы, да, там. И там 80 крон в час, это, короче, это сколько? Три доллара в час, короче, да, вот такая работа. А мне спонт сказал, тебе надо с гордыней работать, обязательно туда пойди. Только, говорит, пойди прямо на полгода. Прям вот иди вот по первому, на полгода. Я говорю, я к вам на полгода. Там четко, ну, как, типа, как отсидеть. И она так, ну, она офигела, взяла меня. И я как бы, это единственная была работа, на которой я был абсолютно счастлив. Я туда ходил, там. Потом я дослужился там до повара. Мне выпустили грамоту за лучшее приготовление манной каши. Там в букинге стали писать. А я вспомнил, что я раньше-то еще поваром работал в трех ресторанах, как бы до всех этих процедур. В общем, дослужился там до повара. Это единственная была работа. Показатели работы с Богом. Была единственная работа. Я пришел, сказал, что я на полгода. Я заранее предупредил, что я ухожу. Я подыскал себе замену. И я продолжаю общаться с людьми, которые взяли меня на работу. Такого не было. Это или судебное дело, или мы линяем нас в багажнике кто-то везет, или в лес везут, или из леса кто-то везет. Ну, как бы, я там в салоне редко ездил, как бы, да. Ну, какие-то процедуры такие вечно. У меня так вот работы обычно заканчивались. Работы, да, как. А тут я с людьми общаюсь, все. И вот, да. И вот я так полгода отработал. И тогда он, спонсор, говорит, ну, вот ты, наверное, более-менее понял, что такое зарабатывать, да, деньги. Теперь можно что-то уже, как бы, ну, пробовать делать. И да, вот я стану согласен. Мы, когда в традиции зашли, тоже если в семье про деньги говорить, про это, про все, то, конечно, да. Если мы говорим про то, что я хожу работать для того, чтобы зарабатывать деньги, ну, 8 часов в день. Это, ну, минимум, да, среднее. 8 часов в день, 5 дней в неделю. Большая часть жизни. Я хожу за деньгами. Это очень стрёмно. Это очень стрёмно. Но кто мне, какие деньги мне нужно заплатить, чтобы заплатить мне за больший кусок моей жизни? Какие? Если я туда только за бабками хожу. Ну, таких денег нет, я думаю, да. Вот. Поэтому мне было предложено ходить туда, как бы, ну, чтобы ты там был полезен. Потому что у нас в большой книге написано. Полезен, счастье, ну, счастлив, да. Где полезность, там счастье, да, как бы. Я вот туда как-то стремлюсь. Если будешь полезным, тебе будет хорошо там, да. Если тебе будет хорошо, ты, соответственно, будешь это делать хорошо. Люди это чувствуют, волна идет. Соответственно, и оплачивается оно по-другому. Ну, деньги это любят. Они любят, когда человек спокойный, расслабленный, да. Когда ему нравится то, что он делает. Деньги приходят. И вот так же мы начали это делать. Вот Аня сказала, да, чтобы, ну, чтобы людям понравилось. Стали сами убирать, да, не так, как обычно. Раньше был бы бизнес какой-то, да. Вот квартиры, тыры-тыры, наняли людей, там, стирай, убирай, там, готовь. И потом чик-чик-чик-чик, да. Потом давай сами, давай. И вот мы сами, значит, убирали, там, и постельное белье. У нас весь дом был постельный, обреченный. Соседи не понимали, что, химчистку, что ли, эти мускоглазые, вот, открели китайскую. Я говорю, Таник, давай их, что ли, постираем за то, что заработали. Ну, вот, как бы, да. И мы здесь, ну, так, это было весело, да. И весело. И народ стали потом возить на экскурсии, Чехию показывать. То, что куда туристы дотянуться не могут. И как-то они стали писать отзывы. И все это вот так вот. Ну, оно само по себе как-то, да. Но самое главное, что в семье было, вот, именно в наших отношениях. Сейчас я уже буду заканчивать. В наших отношениях, вот, деньги, деньги, деньги в семье, да. Во-первых, я всегда считал, что у нас общий кошелек, да. Ну, как бы. Я думал, что это, я сейчас не знаю, хорошо или плохо у всех семей разные модели. Мне кажется, это нормально, кто как-то говорился. В нашей семье общий кошелек, общие финансы. Я так считал всю жизнь. Я так считал всю жизнь, пока мне взяли в очередной раз и мордой не тыкнули вот так. Я говорю, у нас общий кошелек. Как это выглядит? Все счета на меня. Все пароли к счетам у меня. Вся недвижимость записана на меня. У нас общий кошелек. Приходи, проси сколько надо, я тебе дам, когда я тебе отказывал. И у меня жена всю жизнь в состоянии протянутой руки ходит. А у нас общий кошелек. Вот. Я такой думаю, да ладно, это просто формальность, это не важно. Спонсор говорит, ну пойди, перепиши полное имущество на нее и подключи ко всем счетам. Мы 20 лет вместе, друзья. А жим-жим я словил, извините за грубость. Понимаете? Пошел, переписал, облегчение вообще прекрасное. Ну, поначалу, конечно, потому что я думал, блин, она же сама накосячит, потом будет переживать. А я ж не накосячу, но это к тому, что кто у нас главный. Вот. Понятно, да. И поэтому, когда это переписалось, да, это стало по-другому. Но самое главное в финансах, самые большие проблемы в семье, понятно, это бабла всегда. Ну, у нас, по крайней мере. И самое, что мне больше всего легло в традициях про восьмую, там, и про седьмую, говорить про прозрачность финансов. Я там это увидел, да. И я понял, что у нас нет прозрачности в семье. Моя семья не знает, как бы, я всегда говорю, детка, или денег нет, да, типа, или детка, не волнуйся, я говорю, все хорошо. Чего хорошо, чего нет, можно в цифрах это, как бы, увидеть. Моя семья, ни мои дети, ни моя жена не знают, сколько мы тратим, ну, общие платежи, да, обязательно платежи. Не знают, откуда деньги поступают, не знают, какое я планирую, ну, финансовое планирование на будущее. Не важно, в долгах я или нет. Если я отдаю долги, это тоже финансовое планирование. То есть семья не понимает, на что она может сосуществовать, как бы, да. Поэтому отсюда каждый раз неудобные вопросы. А могу я это купить? Не могу я купить? А могу я это потратить? Не могу я это потратить? Поэтому, когда моя семья стала знать наши финансовые возможности, то есть стало все прозрачно абсолютно. И плюс небольшой финансовый отчет, да, всегда есть там, что, где и как, и какие у нас планы. Ушли эти вопросы. И ушли лишние траты, и ушли лишние вопросы, потому что все все стали понимать. Поэтому вот эта вот прозрачность, она, конечно, очень помогла. А вообще, ну, я не знаю, я могу сказать, что с возрастом, я могу сказать, что кто думает, что вот у меня, например, отец, он уже человек в возрасте. Он говорит, Петя, все деньги у мамы. Это, говорит, такая прелесть, это так хорошо, говорит, главное не развестись, и все. Он ходит в поле, ты кошелек мой не забыл, и все, он ходит, денег вообще не трогает. Надеюсь, я тоже к этому принесу. Но пока все равно страшно. Спасибо, благодаря Богу, вам же вы счастливы. Спасибо. Спасибо. Ну, Петя, Таня. Кто болгарит дальше или кто? Да, 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 вы дальше, пожалуйста. По традиции, по-женски начнем. Фетя, спасибо, правильно, кошелек должен быть у жены. Поэтому в нашей семье все записано на мамочку. Я шучу, конечно, не все, но почти все. Ой, спасибо, ребят, большое, веселая тема, и веселая, и грустная. Ну, Таня, так, спасибо тебе, начала там с культуры, отношения, денег, да, и вообще взаимоотношения. У меня по моим меркам, да, привет, Наташа, алкоголик. Значит, у меня в моей семье по тем меркам, ну, достаточно обеспеченная семья была, потому что мы жили там на Дальнем Востоке, папа военный, очень большая зарплата по тем временам, в три-четыре раза больше, чем у всех остальных в мире. В мире, не в мире, а в Советском Союзе тогда. Но я что хочу сказать, что, в принципе, меня никогда не зажимали, у меня всегда были свои деньги. Не сказать, что это было прям вообще, но я в восьмом-девятом классе спокойно могла прогуливать школу и зайти при этом там почти что в ресторан, какой он мог быть тогда на Западной Украине, да, поесть там пиццы еще в 14-13 лет. Распоряжаться я деньгами умела вообще всегда. Я их никогда не транжирила. Ну, в детстве где-то, может быть, там подворовывала по духовной болезни по своей. Окей, но до употребления я достаточно была такой, ну, скажем так, честной, но зацепленной за денежку у меня была. У меня было ощущение, что деньги – это удовольствие. Это и возможности прогулять с удовольствием в школу и так далее, и так далее. Значит, конечно же, там, допустим, получение профессии, да, те времена тоже было все это так не очень, как-то так все просто. 90-е уже там начались. То есть, в общем, профессию я первую получила, куда папа привел, туда и обучилась. Первая профессия у меня – техник-электрик железнодорожного транспорта с группой допуска до 1000 вольт. Вот. Я там тяговые подстанции изучала, аккумуляторы. Я там могу посмотреть на сети, понять, сколько там напряжения по изоляторам, посчитать и все остальное. Ну и что получилось? То есть, у меня вот такое техническое образование, я в институт потом поступила. Потом, конечно, начала сильно употреблять, бросила. Но дальше пошло употребление. И я не работала. Я работала пару месяцев там где-то в ресторанчике так, чтобы на употребление себе заработать. А потом я вообще глубоко употребляла. Потом я начала выздоравливать. И что получилось? Мне 23 года. Профессия типа есть, но она какая-то странная. Она вообще не для женщины, да? А жить-то как-то надо. Ну, родители, конечно, меня там какое-то время поддержали. И, ну, так боженько дал, слава тебе, Господи, что Паша появился. Мы с Пашей знакомы. Он меня знает с первых месяцев моей трезвости. Ну и там мы дружили, там и все остальное. Они где-то через год, где-то на год трезвости моей, даже не доходя года, мы съехались. То есть я к тому времени практически никогда не работала. Но с деньгами умею обращаться, я умею экономить, я умею распределять и все остальное. И мне кажется, что я знаю, как правильно. Ну и как-то так негласно получилось, что я переезжаю к Паше. И как бы, ну, типа, мы как-то даже и не обсуждали, а типа, а кто меня будет кормить? А кто будет меня там как-то там что-то покупать? Но как-то так все сложилось, в принципе, более-менее красиво. Там крупные вещи, там за университет следующий. Потом уже я пошла в 24-25 лет, я уже пошла, выбрала нормальную профессию. Я уже пошла в университет, училась на психолога. И, как сказать, и тут начались вот интересные вещи, про которые я не особо как бы, ну, может быть, мы и оба были не очень готовы, да. Ну, как бы денег, ну, практически не было. То есть это было вот так вот от зарплаты до зарплаты. И получилось, что первые месяцы мы жили как бы на Пашину зарплату, да. И это как бы, ну, вот дай, ну, или там вот где-то, да. И мы буквально в первые же месяцы столкнулись с такой трудностью, что как бы мне денег-то давали, но спрашивали, ой, слушай, я тебе давала, там, я не знаю, 100 или 200 рублей, там, я уж не помню, какие там деньги тогда в те времена были, типа, а куда дело? Я почувствовала, что я начинаю напрягаться, а работы как бы особо у меня нет. И у нас состоялся такой семейный разговор. Я не знаю, где Паша этой мудрости набрался, как так сложилось, что куда-то ему пришло это решение. И мы буквально в первые месяцы нашего брака или совместной жизни мы сели, ну, и начали договариваться, что, как мы будем дальше жить, что мы будем делать. И первое, что самое, мне кажется, ценное, идеальное, что мы придумали, сидя на кухне, куря тогда еще, да, вместе, что, а давай мы договоримся, что мы не делаем заначек, и деньги у нас общие, что было даже такое предложение, что, ну, там, кто сколько взял, вот у нас коробочка, у нас тут вот общая денежка, мы туда все складываем, кому сколько надо берем, вечером выкладываем. Ну, назад мы, конечно, не выкладывали, вплоть до мелочи, да, но вот эта договоренность, что мы не делаем крупных покупок без обсуждения, мы не делаем заначек, мы, как бы, вместе решаем, что и как мы будем делать. Хотя времена были такие очень нелегкие, я помню, что я очень гордилась тогда, что у меня там первый брак был давно, в 18 лет, очень-очень сильно по расчету, и очень-очень, как я в первой спикерской пошутила, да, ты, дорогой, обо мне заботься, а я тут просто красивая буду, да. То есть у меня вот такой вот был брак, и у меня было четкое понимание, что финансовая моя зацепленность, она меня всегда приводила к краху и к очень большим бедам. И очень самые сильные мои загулы, ну, такие вот употребленческие, да, они у меня были сильно связаны с деньгами, и я помню, что первое время я не могла даже вот в трезвости, там, большую сумму денег, как вижу, у меня как бы вот умственная одержимость даже просыпалась. И, в общем-то, как сказать, я очень гордилась, что, ну, так скажем, Паша тогда был достаточно небогат, от зарплаты до зарплаты. Я помню, что я внутренне очень гордилась, что я не вышла замуж по расчету. И когда мы начинали жить, я внутренне прям была готова к тому, что это будет обычная жизнь, как у моих родителей, от зарплаты до зарплаты. Я ничего не просила, я ничего не ожидала. Через пару месяцев, когда у Паши уже умер отец, у нас образовались такие серьезные долги, то есть там похороны, все такое, выяснилось, что как бы это серьезная сумма. И как-то так вот подвернулось, что в те времена не легко было найти работу там в Сибири. Я пошла работать практически первый раз в жизни. Я проработала где-то год, как Билл Вилсон говорил, это было последнее время, когда мы работали руками. Я проработала где-то год, не ожидая ничего, будучи абсолютно готова. Вот я могу сказать, что периодически я понимаю, что первый год-два трезвости у меня было как-то духовности, не знаю, больше, чем порой сейчас. Настолько у меня какая-то была такая готовность, спокойность, открытость. Как-то вот даже я не могу сказать, что я прям думала, что я Богу доверяю, что я там с голоду не умру или еще что-то. Ну, либо я была настолько рада, что меня замуж взяли, потому что я пришла когда в программу, я бы, а я же еще четвертая жена, думаю, сейчас по матросе ты бросит, как-то мне же вроде повезло, а он, оказывается, гусар оказался, целовал, значит, женись. И я такая думаю, бля, ой, меня замуж жали, какая радость, да, надо как-то вот как-то, как-то надо быть, вот не знаю. Я как-то так, ну, как сказать, я была готова к тому, что да хрен с ними, с этими бабками, я там из-за этих денег, ну, там, по медведя пробухать, да, там, ну, реально, у меня у первого мужа медведь был свой. То есть, ну, вот такой вот, ну, полная неадекватность, что там говорить. И я хочу сказать, что вот это какая-то такая духовная готовность, что ли, я так думаю, не знаю. Короче, так случилось, что я работала, Паша работала, тут, блин, как повалились деньги. У меня муж приходит и говорит, мы заработали миллион, давай купим квартиру. Мы купили квартиру, в которую мы даже не то, что не въехали, мы в ней там пару раз-то и были, купили так, чтобы продать, да. И я помню, что, я помню, что я, честно, извиняюсь, охренела. Думаю, ну, вообще-то я не, ну, я не рассчитывала. И когда, ну, вот какая-то такая река полилась, когда пошли шубы, машины, бриллианты и квартиры, и поездки, блин, вы не поверите, но я пипец как духовность свою потеряла. Я даже этого не заметила. И если бы мне кто-то сказал, Наташка, ты уселась на деньги, собственность, престиж, я бы в лицо плюнула. Я бы сказала, вы что, я молюсь, я замуж, вышла за нищего. И вообще, и вообще, все тут чисто. Но что я становлюсь за это зацеплена, я не видела. Потому что, ну, у всех есть вот эта фишечка, да, что, ну, то, что, ой, лишь бы денежка была, особенно у кого их не было там. Ну, в Советский Союз всем понятно, да, там, про это сильно не говорю. Но вот когда вот эти вот 90-е, там, начало 2000-е, когда подходило, когда, ну, редко у кого так сильно много денег было, то есть вот такая одержимость, да, что вот деньги, вот все, вот будет счастье. Я сильно над этими вещами не задумывалась, но спустя потом, ну, там, сколько-то лет мы, конечно, прожили вот в этом таком серьезном изобилии, когда идешь погулять и покупаешь случайно шубу по дороге. Ну, что-то так случайно зашли, ой, понравилось, давай куплю. И купила. И вот она мне до сих пор тут в Болгарии где-то там валяется, потому что, ну, где ты в Болгарии шубу-то поносишь, да. К чему я все это говорю, что в один момент я обнаружила, что у меня появилась поговорка, какую машину не купи, миллиона всегда не хватает, на ту, которую хочется. Какую квартиру не купи, твою мать, я спустя две недели хожу и смотрю вот рядом на дома, блин, а там на 100 квадратов больше. И это неадекватно. И это адское состояние. Я помню, что я сижу, не обедаю, не ужинаю, а завтракаю, твою мать, в ресторане, в шубе, на Мерседесе, в бриллиантах, завтракаю в ресторане. Дети с няней, муж работает, нефтезаводы строит. Ну, Наташеньку ж надо как-то это. А я несчастная. Плачу. Прикиньте. Ну, вот рассказать, кажется, выпендривается. Вот если бы мне такое рассказывали, когда я вот там в нищете, там вот в употреблении, да, там в психушке, когда мне там говорят, Наташ, ты будешь жить за границей, рядом с морем, у тебя будет три машины, почти четыре, да, у тебя будет двое детей, ты будешь ездить там на море, когда хочешь, вообще будет 500 видов колбасы, сыра, мороженого и все остальное. Ну, вот мне тут в психушке вот это бы сказали, сказали, суки, вы что издеваетесь, извините за мой жаргон, потому что она тема такая щепетильная. Мы на самом деле живем в раю. Так вот, сижу я в этом ресторане, рыдаю, ну, не то чтобы так рыдаю, ну, знаете, такая жалостюга меня. Так вот, слеза такая скупая, мужская, практически у меня капает. Муж, видите ли, на работе. А я тут одна завтракала в ресторане. И, ну, вот смешно звучит, если бы я это слушала в начале трезвости, ну, я бы сказала, что кто-то просто выпендривается. Но я точно помню вот эту духовную пустоту, потому что мне очень нравится, как мой муж когда-то сказал, что денег нет функции счастья. Деньги – это удобство, комфорт, это понты, это престиж. И я помню, что как-то нет-нет, мне там, может быть, Паша что-то такое говорил, но он никогда... Ну, спасибо ему, что его в комнате нету, я не знаю, там, конечно, он меня слушает, но мне как-то так легко говорить, когда его в комнате нету. Меня муж никогда не ограничивал. Есть такое понятие, что ну, типа, сколько бабе денег не дай, она, типа, все растранжирит. Я не говорю ни про всех женщин, я ничего не хочу такое сказать, но я знаю, что меня никто никогда не ограничивал. Я могла... Мне муж говорит, дойди ты там погуляй, что-нибудь купи. Мне не хотелось. Я не могу сказать, что я хотела, там, я не знаю, каких-то там фонтанов или там, я не знаю, каких-то там чего-то там супер такого. Я поняла, что вот в тот момент, да, когда было такое большое благосостояние, что финансы дают, ну, как-то престиж такой, ну, понты такие, да, что самоценность. Это самоценность такая большая, да, а когда ты попадаешь в определенный круг, то всегда в этом круге есть люди, у которых машина-то подороже. И это бесконечно. Это же то же самое, как Чак Си говорил, да, что вот перед тобой океан, а напьешься ли ты этого, там, морем виски, да, или вот этим океаном виски, не напьешься. Я это ощутила в полной своей мере. Ну, и тут, слава богу, случился кризис восьмого года. Я родила второго ребеночка, и я сижу, а мне надо ребенка кормить, а молочко кончилось, а мне нужно идти за смесью, а денежек нету, потому что случился кризис, который сильно ударил постройки. Ну, и у меня мужа был такой, как раз бизнес, и так, деньги вроде бы как есть, и машины есть, да. И что делает мой муж? Он говорит, я не могу дома сидеть. А он такой, знаете, там, в костюме, на джипе с бриллиантовыми запонками. Он звонит друзьям, с которыми я начинал. Говорит, ребят, есть работа? Они говорят, есть. Ну, тут хрущевку надо поштукатурить. Я говорю, слушай, ты куда ездишь? Он говорит, хрущевку штукатурю. Я говорю, блин, вы, говорю, хоть джипы-то свои, хоть за угол, куда подальше ставьте, вы бабушку напугаете, он снял, конечно, эти бриллиантовые запонки, но ездил, ехал как в офис, да, там, вот на джипах, там, как вот все надо, они же там пацанами сидят, там, трут там что-то, ну, вот такое, вы знаете эту атмосферу. Я говорю, машины прячьте, бабушка инфаркт получит. Ну, ты, говорю, сам вообще понимаешь, приезжает мужик, снимает свой костюм, там, я не знаю, от кого за сколько тысяч, там, и идет штукатурить. Ну, а извините, но нету другой машины, да, то есть ты сидишь в этой машине, а тебе надо ребенку смесь же покупать. Ну, в общем, к чему я, к чему это все рассказываю, да, что, ну, я знаю на личном опыте, что финансовое благосостояние не дает счастья. У нас не было на эту тему, там, ни скандалов, ничего такого, но я четко ощутила, что я стала от этого зависимой, когда вот пришел кризис, потом эмиграция, очень так много было финансов потеряно, потом еще один кризис, потом еще один кризис, а сейчас, мне кажется, ну, эти кризисы, они как бы так, восьмого года, там, еще какого-то года, тут коронавирус, там, и все остальное, да, вообще, на самом деле, на кризис это не влияет. Так вот, когда я попала вот в эту ловушку, деньги, это престиж и самоценность, ай, как мне было болезненно, я приехала, блин, в эту Болгарию, она такая вся, блин, зачуханская, нищенская, по сравнению, там, даже, блин, с обычной Россией, да, я понимаю, что у меня все есть, а оно как бы вроде бы все есть, те же весы, те же, там, я не знаю, та же кровать, но она как бы чуть ниже качеством, чем обычно. Те же плечики, там, я там, в Россию, у меня там гардеробная отдельная, у меня там одинаковые плечики, все они там мягкие, все это вот так развешено, там, тут у меня тоже вроде, типа, гардеробная есть, блин, но плечики не такие, не одинаковые, и они там, и я помню, что первые годы меня это все шкрябало, я помню, что я говорила, господи, ну, что ли ты вообще, что ли, я у тебя денег не просила, нахрена ты мне дал, а теперь забрал. И когда тогда мне, как бы там, один из таких моих первых спонсоров, после того, как я вот так серьезно, после лет 10-12 вернулась в программу, это на том тогда кризисе, вот я тогда вот это, смошенничала в магазине, самые адские мои девятки, это вот когда я уже трезвая была, вот на этом кризисе, на вот этих вот обитах, да, один из спонсоров мне сказал, Наташа, ты не знаешь, от чего тебя уберет Бог, ну, то, что вот произошло такое, да. И у меня-то была такая позиция, знаете, такой же девенки, у меня всегда есть муж, с которым я работала на паре, потом я говорю, о, ты теперь зарабатываешь, я теперь буду деньги, это, в смысле, деньги, не деньги тратить, а детей рожать, да, и как бы вот у меня все время было такое мироощущение, что я сама-то никто ничего, и вообще у меня вот это какое-то техническое образование, ну, потом я, конечно, отучилась там от психолога, нет-нет, я там какой-то колымчик получала, но у меня было ощущение, что обо мне нужно заботиться, и рядом со мной должен быть мужчина, который будет вот, ну, как бы так, на себе этот бюджет тащить, а я скажу, ну, женщины, которые это проживали, это очень-очень-очень-очень-очень неприятное состояние, ну, опять же, Паши рядом нет, он где-то там по дому ходит, я не знаю, слушает, не слушает, может, то, что я сейчас скажу, для него будет шоком, но это так, я думаю, что для женщин будет полезно. и зацикленности на деньгах, которые не приносят счастья, появляется очень много страхов, один из серьезных страхов у меня был, что когда я родила ребенка, я очень сильно растолстела, ну, у нас же как, лишь бы красивая, мужчина как бы найдется, да, да, это фигня, можно быть супер красивой, но такой мозгоклюйкой, что никто с тобой не уживется, никакой мужчина, да, я помню, что, когда я растолстела, и у меня прям чуть ли не паранойя появилась, что меня бросят, я сама же ничего не умею, я же сама ничего, как бы, как бы я не знаю, я в какой-то момент поймала себя на мысли, что я на этой паранойи, ну, не паранойя, ну, конечно, такие вот постоянные опасения, хотя мой муж мне никогда не сказал, что я там толстая, что там еще какая-то, да, там еще ни слова, никогда, какого бы я размера не была, ну, понятно, что там 20 килограмм после родов, когда остается, то это такая круглая тетя получается, и я помню, что я в какой-то момент злоблю себя на мысли, что я покупаю себе вещи, как бы, про запас, а вдруг меня бросят, то есть, вот это вот, как бы там, какие-то там, не знаю, сапоги там, или еще что-то, ну, то есть, ну, это абсурд такой, который начинаешь совершать на безумии, от страха, от вот этого недоверия, от вот этой духовной болезни, хотя я честно вам скажу, я была уверена, что я в программе, я же молюсь, я же хожу на группу из новой шубы, показать с машиной, и чип получить за срок трезвости, а я, я благодарю еще, я еще благодарю, значит, вот я точно в программе, да, ну, и дальше, там, кризис и все остальное, на что еще хочу сделать акцент, что потом, когда мы эмигрировали, тоже там было очень много финансов потеряно, там, долги в России остались, нам должны очень большие суммы, на мой взгляд, и потом случилась другая вещь, когда вот на кризисе, на эмиграции и на попадании вот в эти страхи, для меня деньги обернулись в новую ловушку, когда для меня деньги стали не понты, престиж и самоценность, а вот это, знаете, выживаемость, безопасность, но там по-прежнему слишком много Наташи, и слишком мало Бога, и когда появляются вот эти страхи, что деньги – это безопасность, опять же, начинаешь рассчитывать чрезмерно только на себя, и что включается, там, чрезмерная какая-то экономия, вплоть до, помню, что я один раз разоралась, муж говорит, что там он захотел в магазине, я не знаю, что я говорю, ты что, это ты 3 евро потратишь на дорогу, на бензин, ку-ку, представляете, ну, то есть, вот это, я понимаю, что я не отдавала себе, ну, я не то, чтобы там разоралась, но я как-то так вот сказала, короче, что мужу перехотелось ехать, там, за тортиком, или что он там хотел, я не знаю, что он там хотел, я уже не помню, но для меня это было такое адское впечатление, ну, что я реально нахожусь в безумии, то есть, есть деньги, нету денег, как вот, как про Билл рассказывал, да, что есть деньги или нету денег, он бухал, да, и у нас это всех было, точно так же, и есть деньги или нет денег, блин, это не влияет на чувство счастья, на чувство благополучия, на чувство какого-то там доверия там или еще что-то. И на сегодняшний момент, я, по-моему, уже много говорю, на сегодняшний момент, благодаря вот этим кризисам, благодаря утрате денег, благодаря еще там многим-многим вещам, это, я не знаю, три часа нужно рассказывать, что произошло, что я в один момент просто ездила на работу, уже будучи здесь, за дорогу. И с ощущением, что, ну, я полезна людям. Реально я получала зарплату, нужно было ездить за 50-60 километров на машине, здесь бензин дорогой, не так, как в России, да. И, а, тут почти никого из России нет. Что у меня денег хватало, вот реально туда-сюда на дорогу, три раза в неделю я ездила на работу для того, чтобы просто быть полезной, потому что это было по моей профессии. Я была довольна и счастливая. Я подтянулась как-то в работе, я как-то не могу сказать, что на тот момент меня отпустила какая-то там эта паранойя или страхи или еще что-то. Потом случились еще новые кризисы, новые людьми, новые тяжелые взаимоотношения с другими людьми. И в итоге вышло все это на то, что, проживая все эти кризисы, я как-то так углубилась в своей профессии. То есть я не могу сказать, что я сейчас прям супербогатый человек или еще что-то такое-то. Я сейчас понимаю, что плюс-минус, тысяча туда-сюда, она как бы большой роли не играет. Но когда я взяла за духовную основу, что я помогаю людям, а не деньги зарабатываю. Я, честно говоря, когда первый раз лет восемь назад услышала Чака Си, когда он об этом говорит, думает, ну так идея-то хорошая. Я сейчас буду так относиться, а мне сейчас бабки пойдут. Не работает, потому что внутри он все знает про меня и про мои мотивы. И я могу сказать, что благодаря этим кризисам, как-то не то, что я прям так перестала на что-то или на кого-то рассчитывать, я понимаю, что есть работа, есть высшая сила. И я знаю, что ко мне придут люди, те, которым я способна буду помочь. И даже я сужу там не по отзывам, не по финансам, которые текут. Я хочу сказать, что когда я так отношусь к работе, мне как-то так вот ушел вот этот вот страх, какая-то паранойя. То есть я понимаю, что сейчас езжу на машине, на которой я в России 10 лет назад не ездила. Ну, обычно машина, она ездит, блин, но она мне устраивает. У меня ушло, слава богу, вот это адское убеждение, что машину, на которую хочешь, всегда денег не хватает, даже если ты купил только что. То есть как-то так получается, что я на собственном опыте, благодаря вот этим всяким кризисам и изобилиям, и утратам, и потерям, и всем остальным вещам, пришло какое-то такое успокоение. Мы утратили страх перед прошлым и будущим, да, и перед финансовым благополучием. То есть у меня, я перестала бежать туда куда-то на завтра, чем-то там запасаться там или еще что-то. Вот как-то как идет, так идет. И пришло какое-то успокоение, равновесие. Ну, наверное, я сейчас закончу, а много еще тут могу говорить, но надо уже время Паше давать. Ну, думаю, что самое основное, вот то, что ценное, чего мне бы не хватало в свое время услышать, я думаю, что я сказала. Спасибо. Спасибо. Всем привет, меня зовут Павел, я алкоголик. Я когда мы в сегодняшнем собрании, я что-то сидел, думал, думаю, а что же я буду говорить, да? Ну, так вроде чуть-чуть придумал, думаю, о чем можно было бы сказать, да? А сейчас после Наташи я думаю, блин, мне можно вообще ничего не говорить. Как-то так все это пробежало. Ну, ладно, в общем-то, да, я тоже из советского прошлого, из советского детства. У меня родители, я вам рассказывал, да, родители пережили войну, они довоенные дети. И в семье не было, ну, в семье была только одна ценность, да, это чтобы в семье все были сыты. Все, ничего другого не было. И у нас была небогатая семья, хотя у папы была очень приличная должность. Я вот сейчас понимаю, да, что у папы была очень приличная должность. Вот. Но мы как-то потом с ним уже, уже когда я взрослым был, где-то там ближе к его смерти, мы с ним как-то разговаривали, да, он говорит, слушай, я, говорит, всегда, говорит, любил жить спокойно. Вот, да, то есть он никогда не злоупотреблял своей должностью, то есть злоупотреблял ровно настолько, чтобы на балконе лежало килограмм двадцать мяса, да, ну и какие-то шоколадные конфеты. Все, да, ни дачи, ни машины, вот ничего такого не было. И вот я в таком, как сказать, ну, то есть я вырос в таком финансовом дефиците. Ну, у меня никогда не было свободных денег, я никогда к этому не относился. Ну, в смысле, я всегда этого хотел, но я помню даже, когда вот я в школе учился, восьмой класс я заканчивал, и мама меня так... А я хорошо учился, вот, я хорошо учился. Я думал, что я буду в школе, значит, там дальше, девятый, десятый, там институт. Ну, а это еще Советский Союз, то есть еще никакого свободного предпринимательства. Вот, и мама меня так как-то позвала, говорит, сядь, нам надо поговорить. И вот она такая села, ну, я сел, она говорит, слушай, говорит, ну, наверное, говорит, ты пойдешь в техникум учиться. Ну, а техникум это такие, ну, это всегда какие-то там, ну, какие-то, ну, ну, в общем, троечники какие-то шли в техникум, да, учиться. Вот, она говорит, ты пойдешь учиться в техникум. Я говорю, мам, почему? Она говорит, ну, мне, говорит, уже 55, я поздний ребенок. Вот. И мне, говорит, на пенсию, я, говорит, еще, говорит, проработаю 4 года после пенсии, чтобы ты закончил техникум. Вот. Потому что, говорит, твой институт мы уже не потянем. Вот. И поэтому, говорит, ты, говорит, идешь в техникум, а потом, говорит, ты идешь в армию, а потом ты поступаешь в любой институт, в который захочешь. Все. Вот такой у тебя жизненный план, потому что с деньгами у нас как-то не сложилось, да. Вот. Но никто не знал, да, что через год после этого Советский Союз рухнет, да, и мои одноклассники, уже участвовали в институтах, уже там у них были всякие разные бизнесы и все остальное. Вот. Я не знаю, хорошо это или плохо, мне кажется, что я бы институт не окончил с такими темпами, как я бухал. Вот, да, потому что, когда они заканчивали институты, я уже был бездомным. Вот. И пошел жить в армию. Вот такой у меня был бизнес-проект первый в жизни, да. Ну, до этого был первый бизнес, значит, в 90-х годах, когда, значит, мы там, ну, тогда считалось, что это коммерция, сейчас я понимаю, что это спекуляция, да, вот. Потому что продать можно было все, что угодно, главное найти место, где это взять. Вот. Поэтому у нас был выход на мясокомбинацию, соответственно, мы торговали колбасой. Вот и все. Торговали в больших объемах, зарабатывали много, соответственно, я начал пить, и, в общем-то, на этом бизнесе я все и потерял. И сам бизнес, и первую семью, и квартиру. Ну, и вот, когда в 24 года я вернулся с армии, бездомным, да, я выяснил, что брат мой начал выздоравливать, старший, с которым мы вместе употребляли, и он там тоже какими-то, не знаю, там, каким своим личным обаянием или еще какими-то вопросами, в общем, кое-как разрешил тот финансовый, ну, вернее, не финансовый, а квартирный кризис, да, родительский. Потому что мы родителей оставили без жилья, в общем, пока я там в армии дослуживал, он как-то вот, в общем, определился там родителям с жильем. И, ну, и как-то разрулил, короче, всю эту схему. И вот это та самая девятка, которую я потом делал спустя 10 лет, да, потому что, ну, ну, я ее сделал, он мне как бы, ну, Бог дал такую возможность. Вот я с ним рассчитался за то, что он сделал в то время, когда я еще находился в употреблении. Вот. И вот я когда начал выздоравливать, у меня вообще ничего не было, да, вот, совсем, да, то есть была там небольшая хрущевка, мама умерла, потом, значит, остался папа инвалид, я жил с папой в этой, значит, небольшой хрущевке, и я настолько был вот деградированный вот в отношении денег, в отношении там какой-то работы, что я 4 года, ну, работал на плохой, низкооплачиваемой работе и боялся оттуда уйти, потому что я вообще не понимал, что делать. Вот я настолько не понимал, что можно вообще делать в этом мире. А это 90-е годы, да, ну, с начала 2000-х, все меняется, все очень быстро, а я как бы ни к чему не приспособлен и вообще не знаю, как. И вот мы с Наташей когда начали жить, я помню, что вот мы начали жить, я говорю, ты, знаешь, говорю, ну, я человек, ну, как бы, я, как говоря, небогатый, и, возможно, я таким и останусь до конца своих дней. Вот, то есть я говорю, мы вот, ну, если ты согласна, то, как бы, давай будем жить вместе, да. Вот, и вот мы начали жить, и вот она эту историю рассказывала о том, как мы этот кошелек поставили на кухню и договорились о том, что у нас не будет Заначек, с тех пор у меня не было Заначек. Вот. И у меня деньги всегда в семье лежали в одном месте, и до сих пор они лежат в одном месте, да, или там в одном, в каком-то там, не знаю, там, ну, они то у меня где-то в банке лежали, потом они как-то очень плавно переехали в банк жены. Ну, как бы, я знаю, сколько их там, да, и, как бы, и до сегодняшнего дня все крупные покупки мы обсуждаем. Все, не было ни одной покупки, которую бы мы не обсудили, прежде чем ее совершить, если это, ну, если это дороже, чем продукты. Вот так вот, да. И вот, да, в 2000-х годах получилось так, что я попал на стройку, и я очень долго думал, что это я такой молодец, да, потом я понял, что просто Бог дал мне такую возможность, потому что я сам для этого ничего не сделал. Вот. И я потом уже, когда Чака услышал, я понял, что у меня был такой момент в жизни, когда я работал для того, чтобы помочь людям, ну, воплотить их мечты, да. То есть я вообще не думал о том, сколько я заработаю. То есть я понимал, что я зарабатываю, ну, больше, чем могу проесть, вот, но я на этом не циклился. То есть я за это не переживал. И вот там, когда вот там то, что Наташа сегодня рассказывала, да, там, что какие-то я понимал, что какие-то деньги были заработаны. Ну, то есть я их даже мог потрогать и там, ну, а потом мир перевернулся, и я попал вот в такое состояние, я вот уже потом, выйдя из этого состояния, я понял, что, знаете, мне вот как алкоголику, у меня никогда не было слова, ну, в смысле, у меня никогда не было потолка в употреблении, да. Никогда, я никогда не, как тот царь вот с этой золотой антилопой, да. То есть мне никогда не было достаточно алкоголя, да, там, алкоголя, там, еще чего-то, да. Вот. И потом, когда появились деньги, я понял, что то же самое, да. Раньше я думал, что, блин, ну, буду там зарабатывать 500 долларов, и это будет хорошо, да. Потом тысячу, потом, ну, в общем, потом какие-то, и я понимаю, что нет верхнего предела, нет верхнего потолка, да. Когда двухлетняя машина считается старой, да, когда ты понимаешь, что в России нечего купить из одежды, из-за одежды надо летать в Милан, вот, потому что, как бы, ну, вот, ну, потому что ничего не продается в России, к сожалению, да, то, что продается, как бы, очень дорого, вот. И не факт, ну, в общем-то, ну, ну, в общем, какой-то абсурд, абсурд, но я помню, как-то я ехал с работы домой, значит, и я себя что-то таким несчастным почувствовал, да, и я думаю, я вспомнил вот это время, когда мы с Наташей начали выздоравливать, мы на группу ездили на трамвайчике, вот. И я помню, что вот я вспомнил это время, думаю, а почему я был тогда такой счастливый? Вот я прям был счастливый, да, мы выходили с группы, мы там еще, мы посещали, значит, собрание другого сообщества, да, у нас семинар, можно сказать, да, мы к наркоманам еще ходили на группу, да, вот, а там такие ребятишки-мажоры выздоравливали, у них все автомобили были, они с группы выходят, все на машинах разъезжаются, там, куда-то тусить по барам, все, а мы с мамкой на трамвайчик и домой, вот. Вот, и вот я думаю, а что ж я такой счастливый-то в то время был, да, а сейчас, думаю, вроде как все есть, а как бы, а счастья нет ни хера, вообще совсем нету этого счастья, то есть как бы даже, ну вот, плохо, короче, мне было, да, вот, но я думал, что это плохо, а потом случился кризис, вот, понимаете? Ну, и, в общем, да, кризис случился финансовый и тоже, знаете, был такой, я себя, ну, я не сказать, что я был, ну, вот, как бы, ну, как бы, вот, совсем нечего было жрать, да, просто их стало меньше в разы, да, их стало в разы меньше, но это все равно было больше, чем любой среднестатистический там вот, ну, как бы, работник зарабатывал, да, это все равно было больше, но я, я чувствовал себя несчастным, да, и мне говорят, если тебе плохо, надо идти на группу, и я понимаю абсурдность вот этого состояния, я сейчас приду на группу и буду рассказывать, от чего я несчастный, да, и я понимаю, что любой новичок меня пристрелит после собрания, да, потому что, как бы, ну, нельзя быть несчастным, а вот, вот, находясь в таком состоянии, ну, вот, но, как бы, ну, ну, вот это вот состояние было, и вот, знаете, все, что я из этого вынес, да, что, ну, вот на книжке хорошо сказано, да, он давал нам все, если мы не отдалялись от него, вот это, как бы, такие два, да, 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 нигде не сказано, что он давал нам столько, сколько мы хотели, у моего хотели нет верхнего предела, ну, нету, его не существует, я вот сейчас прекрасно понимаю, да, что, как бы, ну, не важно сколько, если это меряю я, то это будет только означать только одно, этого всегда мало, вот, да, и вот я начал потихонечку, ну, вот мы, значит, переехали вот сюда, в эту страну, и вот то, что вот это состояние, которое, да, там, ну, там рухнули еще какие-то надежды, да, там, как бы, там, не получили, не удалось получить там какие-то деньги, которые должны были мне, да, и, в общем-то, я оказался вот в Болгарии в состоянии того, что, как бы, нет денег, нет работы, нахера я сюда приехал, непонятно, да, мы купили какое-то домишко, который, ну, вот, вообще, как бы, ну, я его еще, честно говоря, покупал как дачу летнюю для тещи, да, и я понимаю, что больше нет ничего, у меня больше ничего не осталось, вот, и вот это такой, знаете, персональный монастырь, вот, это очень крутое, на самом деле это очень крутое для меня было состояние, да, потому что я год ничего не делал, я год ремонтировал этот дом своими руками, все, я когда своим друзьям позвонил в Россию, там, они говорят, ну, что ты делаешь, я говорю, ну, я говорю, дом ремонтирую, они говорят, что, типа, строителей нашел, я говорю, да нет, вы не поняли, я себе купил инструмент, там, бетономешалку, все, и сам ремонтирую дом, как бы, ну, как бы, особо, ну, все были, ну, в общем, как бы, никто не очень поверили, да, мне, что это я, как бы, так делаю, но вот этот вот, вот это состояние, оно продолжалось вот до тех пор, пока я не вернулся в шаги, я не вернулся в программу, и вот эта вот идея, да, о том, что он давал нам ровно столько, да, сколько нам необходимо, она для меня на сегодняшний день, вот, прямо, прямо я это понимаю очень четко, вот, да, что я... я перестал их зарабатывать, вот, да, то есть вот это вот состояние, когда, вот я рассказывал, да, что когда они появились, я их начал зарабатывать, и вот эта попытка заработать их, это то же самое, что вот сухой песок в руке сжимать его, чем сильнее сжимаешь, тем больше он из руки высыпается, чем больше ты пытаешься его контролировать, тем больше, как бы, его пропадает, да, то есть он весь утекает как-то сквозь пальцы, вот, и вот, да, и потом, как бы, я, ну, пути Господни неисповедимы, я рассказывал вот эту историю про сына, да, там, у меня, как бы, была там раньше какая-то другая профессия, там, мы даже учились с Наташей, да, я приехал сюда и решил, что я буду заниматься вот этим, да, то есть я выбрал там себе какой-то бизнес, я говорю, я буду заниматься вот этим, да, ну, как бы, компаньоны оказались непорядочными, бизнес прогорел, вот, я решил, хорошо, я буду заниматься вот этим, да, и, и, как бы, тоже, как бы, что-то началось, как-то пошло как-то криво, ну, я, ну, я связался там с одним человеком, он говорит, а почему ты, говорит, ну, не занимаешься тем, что ты умеешь? Я говорю, слушай, да я как-то давно уже эту мысль оставил, да, вот, потом второй раз, другой человек с каким-то я разговаривал, говорит, почему ты не занимаешься тем, что ты умеешь? Я говорю, да я, говорю, как-то вообще не думал, да, а потом третий человек ко мне уже сюда прилетел и говорит, давай будем заниматься вот этим, да, вот, то есть, как бы, я к чему, что Бог, у Бога есть на меня план, да, вот, все, что в моей жизни у меня получалось, это, оно получалось само, оно получалось само, все, что я планировал, не получалось, я помню, когда вот кризис как раз был, да, в девятом году случился, я приехал тоже к своему товарищу, к одному, он тоже строитель, я говорю, слушай, что ты будешь делать? Он говорит, я ничего не буду делать, я, говорит, уеду, говорит, сейчас в Египет, да, а потом уеду там еще куда-то, и вот год, у меня, говорит, на карточке деньги есть, мне, говорит, хватит год прожить вот в этих дешевых странах и ничего не делать, и он говорит, я, говорит, работал в кризис, я знаю, что это такое, да, говорит, вот, говорит, нисколько не заработаешь, просто наработаешься, вот, и вот это то же самое, что можно применить вот к моим идеям о том, чем я должен заниматься, каким должен быть мой доход и каким должен быть мой бизнес да вот если я открыт к тому что есть вокруг меня да если ко мне приходят люди игры слушай помоги вот с этим помоги вот с этим да значит это и есть та воля которую мне нужно научиться видеть слышать и исполнять и тогда у меня все будет хорошо если я буду думать о том как мне сделать что-то одно или что-то другой но для меня не знаю как я знаю людей которые достаточно успешные бизнесе у меня так ну у меня так не срабатывает почему-то все что я планировал все что я хотел у меня не сработал но те идеи которые как бы когда ко мне кто-то обращался и велю нужно там помоги сделать вот это помоги сделать для меня это почему-то срабатывало срабатывать до сегодняшнего дня ну а финансы да финансы все уже я да я по каким-то там своим причинам в общем то я же не умел это делать но я вообще не умел вот мы когда начали жить почему это кстати был это был первый наш скандал так прям скандал когда я прихожу домой а жена устраивает скандал с порога до игры я устал отчитываться перед тобой за те деньги то есть за те гроши которые ты мне выделяешь вот она плачет если так будет продолжаться я иду к маме так говорила да и и и вот как бы а я по-другому то не умел я ж никогда не ну если меня никогда не было там совместного бюджета я даже не понимал что такое я ж думаю блин а как а как я все это выпущу из рук из-под контроля да оказывается все очень просто да так же как так же как так же как и в семье да то есть честность и доверие честно всегда это два принципа да что в отношениях что в финансах честности доверие я должен быть с ней честным то есть я не складываю деньги там где-то и не обманываю о том сколько у нас есть денег или сколько мы заработали или что-то мы заработали все как бы когда мы начинаем жить вместе мы принимаем совместное обязательство мы с вами говорили уже об этом даже когда мы женимся да мы принимаем человека не только с тем что он как бы красивый да там есть него деньги или нет денег да но здесь его долгами из его де это как купить как бы предприятие чужое да вот его покупаешь со всеми долгами со всеми делами вот вот это тоже самое да честность и доверие да то есть я доверяю жене что если я и данную то есть ну ну что если я вот я покажу что деньги лежат здесь да вот то вечером я не приду они будет тут все как бы я не знаю там какие-нибудь там ароматными мыльцами вся квартира не будет завалена вот то есть как то есть она не потратит их все то есть она же разумный человек да она что же думает о нашем будущем вот поэтому вот 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 у меня есть вот пришлось научиться вот этими вот этим состоянием до доверять доверять не только как могут в отношениях да там в любви там еще в чем-то но и финансов доверять вот ну наверное все да спасибо спасибо за 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 эту возможность вот передаем микрофончик дальше да спасибо паша спасибо наташа да мы продолжаем дальше я хочу сказать что я извиняюсь что ребята которые присоединились сейчас мы как-то не сообразились но тут раз сообщить что у нас поменялось время и она теперь московска потому мы начали 21 30 по москве вот тем у нас все та же финансы наш весенний семинар продолжается теперь у нас гавайи саша лена ваше слово а привет семья меня зовут лена я алкоголик а рядом со мной пенсионер она сегодня саша был такой разговор кто начнет он говорит ну ты начни ты говоришь пенсионер классно спасибо вам огромное вообще меня просто вот ну так все резонирует и ну вот я у меня такое большое учение идет на тему моей неосознанной жизни в области финансов и бизнеса и так далее вот у меня там прям вот как бы включился кран как вот салтаголизм да в какой-то момент я поняла что я не могу не могу контролировать да и я там как бы очень долго там уговаривала что могу пробовала так и пробовала сяк да ну вот как все вот наверное все из нас и в какой-то момент это просто вот вот меня жизнь поставила на колени да и не потому что там как-то что-то стало объективно намного хуже чем было а а просто вот пришла осознанность что я живу в полной слепоте и нечестности да вот в отношении и бизнеса и и финансов и вот у меня прямо вот открылось учение да вот какой-то пошел процесс вот просто вот какое-то пошло в вливание правды да вот в эти отношения так за это благодарна потому что там 20 лет ну это у меня будет 21 год в апреле и и там из них наверное там вот восемнадцать девятнадцать я ну как бы я отталкивала эту область да как бы эту область из из своего из осознания да как бы из моей сферы куда я смотрю там разными вещами которые непробужденное сознание можно даже взять это там что-то из большой книги да и сказать бог дает нам то что то что нам надо и это правда кстати бог дает то что нам надо да но просто вот как бы вот я это интерпретировала как вот бог знает мой бюджет там оно как-то что-то покрывается а вот вот то что у меня там накапливается долг или то что я живу непосредством то что у меня они ну и так далее то есть все эти вещи как-то они были менее важны там бог дает то что надо да то есть никто не голодает крышная голова есть, да, какие-то вот такие вещи. И, наверное, самое большое вот это вот самое большое ну вот мисинтерпретация, да, так сказать, это вот когда, мы там говорим, отделять духовное материальное от духовного, да, то есть вот, ну на сегодняшний день, я не знаю, что есть, вот покажите мне что-то, что не духовное, да, вот самое-самое материальное становится самым большим, да, вот этим вот источником роста, духовного и видения моих собственных условленностей и нечестности. Я не вижу расхождения, но у меня вот это материальное было телено от духовного много-много-много лет. И я вижу, насколько многие из вас это говорят, и я это слышу тоже, насколько я просто продукт того мировоззрения, которое мне дали в детстве. То есть я не могу его не иметь. То есть я родилась в коммуналке, причем наша комната была самая маленькая, наша комфортка была самая маленькая на плите. В семье алкоголиков. Моя мама, женщина из деревни, которая считала, что это класс, они ходили и мечтали иметь комнатку в углу. Вот эту вот самую маленькую в коммунальной квартире. И когда я росла, то, что я взяла в себя, то, что я впитала, мое мировоззрение, оно исключительно основано на том, что я научилась в семье. То есть вот это есть мы, а есть они. То есть у них это все есть, у нас ничего нет. Но мы их презираем. Вот это вот гордыня. Просто гордыня была частью нашей культуры семейной. Что мы выше по каким-то другим показателям. Мы духовнее, мы добрее, мы там еще что-то. То есть как бы там забудем о том, что моя мама со своими сестрами годами не разговаривала. У них там были истории, они накручивали одно на другое, почему это так. Но всегда... Просто вот эта вот нечестность, она просто полностью пронизывала вот эти отношения, связанные с финансами, там, с успехом. Моя мама, я делилась уже, она родилась перед войной. Когда началась война, у нее там было, по-моему, 16 лет или 15 лет. Там у них у всех были какие-то даты такие потертые по факту в паспортах, чтобы они могли начать работать раньше. То есть никто... Я, в принципе, до сегодняшнего дня, как бы я никогда не знала возраст моей мамы. То есть там где-то там что-то там кто-то добавил, там что-то там убрали, там в этом паспорте там, вот так, в этом так, а свидетельства о рождении вообще нет. Вот. И ее вот вся жизнь пошла, да. И я с большим любовью, со страданиями, я понимаю, вот я просто смотрю на жизнь моей мамы, это вот жизнь в труде вся, да. То есть у нее было образование 6-7 лет, она не могла... 6-7 классов, она не закончила школу. Она как бы вот всю жизнь просто очень много и тяжело работала, да. И я вот как бы выросла в этой семье вот с таким мировоззрением. Прям для меня не было, у моих родителей не было плана на то, чтобы я пошла там в институт, да. То есть это не входило, потому что не было опыта такого, да. То есть никто не был. Вот. Поэтому когда мне исполнилось 16 лет, я пошла в торговое ПТУ. Вот. Я закончила 10 классов. У меня, наверное, было какое-то такое отторжение этой культуры моей семейной в каком-то смысле. И я, наверное, хотела как-то там зарабатывать. И моя вот версия того, как я могу зарабатывать, это вот была вот через это торговое ПТУ. Я закончила его с отличием. И в тот момент, когда я собиралась поступить, да, поступать в торговый институт или что-то такое, абсолютно не имея это как ценностью на самом деле, да. Вот просто вот абсолютно вот, просто абсолютно потерянная, да, и пытаясь получить что-то, что-то лучшее, чем было в моей семье. Я тогда познакомилась с моим первым мужем. Ему, там, мне было 18, ему там было, он был 14 лет старше меня. И я вот как бы вошла там совершенно случайно и не по желанию его семьи, в его семью, да. И вот как бы, наверное, я была относительно молодая. То есть я еще как-то, меня можно было подвергнуть, да, какому-то влиянию, да. То есть как бы я еще была относительно молодая. И я вошла в совершенно другую культуру, да. Это была интеллигентная еврейская семья, в которой там было абсолютно все возможно. Если ты хочешь делать это, ты делаешь это, да. То есть отец моего первого мужа, он стал кинорежиссером, там, когда ему было 50 лет, да, потому что он хотел это делать, да. То есть там мой муж был архитектором, который там в какой-то, когда ему захотелось стать скульптором, он стал скульптором, когда потом он там пошел развиваться во что-то еще, и там два года назад у него была выставка в Эрмитаже, да, то есть он сейчас в Америке живет, но... То есть огромный успех. Вот люди, у которых мировоззрение было другое. Я не знаю, почему вообще это было возможно в Советском Союзе, да, но вот я попала вот в эту среду, и вот в этой среде для моего мужа у него не было никакого сомнения, что я могу сделать что-то, кроме торгового института, да, абсолютно все, что захочу. Вот, и вот я просто помню вот этот момент, когда я вот с какого-то мировоззрения, я просто вот, я не знаю, с какого перепугу, я не могу сказать, что это стало моей ценностью, да, но вот это вот, это так же, как в каком-то смысле спонсорство, да, когда вот мы смотрим на опыт кого-то, и вот до какой-то степени он становится нам доступным, вот, и я помню, что вот у меня всегда была мечта Иньяса, мне там, я всегда хотела учить там языки или еще что-то, и при этом я была троечницей, да, и как-то вот тот факт, что я пошла вот в это вот в торговое ПТУ, и у меня там был красный диплом, как-то он, какие-то были для меня другие требования, да, или там что-то еще, я не помню, я вдруг бум, там, вдруг поступаю вот это самое Иньяс, да, что, ну, просто вообще там, я не знаю, это невозможно было, да, то есть ни в какой мечте, да, совершенно было невозможно, и вот просто потому, что я была в какой-то другой культуре, да, то есть как-то мое мировоззрение чуть-чуть расширилось, что-то другое, что-то большее стало возможно, то, что я хочу, стало возможно, да, вот, и как бы, вот, я вот как бы реально вижу, что вот самое большое препятствие, да, вот для гармоничной жизни в этой области, это я сама, да, вот, и всегда, и когда мне было, там, 25 лет, да, я забрала своего, в принципе, счастливого мужа, ну, счастлив, где бы он ни жил, да, то есть вот эту дискриминируемую нацию, понимаете, вот, то есть их дискриминировали, я его, как бы, мы переехали в Америку, и я, безусловно, по всем понятиям, то есть я там говорила про свободу слова, я там говорила про свободу передвижения, и все эти вещи, я была чистый экономический эмигрант, да, вот, то, что вот эта вот среда, в которой я выросла, она, она, я была в жад, ну, вот, мне хотелось денег, да, вот это вот неимение, да, вот мне, мне очень хотелось, и у меня, да, у меня были какие-то мечты, когда, когда я, там, хотела иметь, там, дом в определенном городе, там, две машины, две машины мне не надо, там, одну машину, там, но обязательно, там, моторную лодку на good zone, да, то есть у меня вот такие свои были, свои были эти вещи, я никогда не достигла своего вот этого идеала, никогда, просто, чтобы, как бы, сразу, то есть у меня, я никогда, вот, у меня не было, как Наташа с Пашей рассказываю, да, когда вот они там, ну, вот, реально, вот, деньги есть, а счастья нет, да, то есть Никогда этого не было. У меня как раз было вот это мое мировоззрение, вот это мое детское, да, вот мы и они, оно меня вот всегда держало, у меня были амбициозные планы, но у меня не было внутреннего ресурса, чтобы их осуществить, да, то есть я пошла, я начала учиться здесь в Америке, я пошла в топовую школу на программу MBA по финансам, то есть совершенно вещи такие запредельные, которых я не знала, не понимала, это не было моей ценностью, да, то есть вот на самом деле вот это вот желание денег, она определяла все мои результаты, да, то есть все мои решения, то есть оно как бы вело меня, вот это вот мой профессиональный путь, он исключительно был из-за денег, да, то есть я пошла в бизнес-кол по этой причине, и я выбирала там вот как бы, как мне казалось, денежные профессии там бизнес, там адвокатура или там медицина, да, медицина я сразу отбросила, тогда она была очень долго учиться, вот там, и выбрала это, и я абсолютно была потеряна, да, то есть я могла, я научилась получать хорошие оценки, но я не научилась, я не научилась, я не поняла, о чем это для меня, да, то есть это вообще не было мое, то есть я не научилась, и самое главное, я не научилась, вот я вот сейчас вот это вижу, вот уже так 20 там чем-то там почти 25 лет спустя, я вижу вот какие-то вот внутренние запреты, которые у меня есть, и которые они у меня есть из моей семьи, касающиеся доверия людям, касающиеся доверия себе самой, касающиеся возможности успеха для меня, да, то есть мой мир был вот, 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 мастюсенький, маленький, маленький мир с коммунальной кухней, с маленькой конфоркой на коммунальной кухне, с понятием вы и они, и даже когда я вот финансово там, да, вот по понятиям моей мамы, я давно уже была в категории они, да, вот, как бы у нас это было, я точно была они, все равно мое мировоззрение было мы и они, да, вот эта вот маленькость, вот это, вот это когда, вот это нелюбимое мною слово самооценка, да, вот опять вот как-то вот начало вот так вот мелькать, но вот именно вот это вот оно, вот не было ощущения, что я заслуживаю, не было ощущения, что я могу, и отношения вот как бы с бизнесом, ну, я очень долго училась, очень долго училась, Научилась учиться совершенно фантастически. Я закончила адвокатскую школу, за которую заплатила моя работа уже в тот год, когда я пришла на немалкоголики. И таким объективным показателем моего алкоголизма, я на работу не ходила, тоже был объективный показатель, но таким объективным показателем по школе было то, что у меня там верхушка, я упала с верхушки 5 до верхушки 10 процентов по успеваемости. И все равно закончила с красным дипломом по эквиваленту. Вот здесь я просто... Просто глаз один закрываешь, когда экзамен пишешь, и все. Есть какие-то способы. И вот у меня так сложилось, что я вошла как раз в мир профессиональный. Я уже некуда дальше была учиться. Я закончила... Я получила магистра, я получила доктора через поедеериспруденции. Мне уже некуда дальше. Надо выходить в люди. Надо реально выходить и с людьми общаться, и что-то делать. И тут такая странная вещь начала происходить. Я протрезвела. У меня какой-то духовный опыт. У меня нет еще такого качественного выздоровления. Но у меня уже есть осознание того, что тот человек, который хотел всех вот этих образований, всех этих дипломов и вот этого успеха, который привязывался, у меня как бы тот человек, он уже на выходе. Его уже нет. То есть я оказываюсь с этой профессией, которая приходит с огромной ответственностью, но которой я абсолютно не готова, потому что я абсолютно инфантильна. И вот у меня вот это вот моя... И там через два года после того, как я протрезвела, я открыла свою собственную практику, потому что та работа, на которой я была, она просто была очень глубоко токсична. В смысле было очень много людей. То есть мы все были зависимые там. Все зависимые от разных субстанций. И вот у меня как бы вот... Я вошла вот в эту вот... Вот в эту область как бы роста там своей практики, которая у меня продолжалась там вот 18 лет. Вот 18 лет вот я сейчас нахожусь, у меня всегда была профессиональная практика. И вот сколько я не писала четвертых шагов, да, вот у меня вот там все, ничего не складывалось. У меня вот ничего не складывалось. У меня всегда был огромнейший конфликт. У меня было нежелание делать то, что мне нужно было делать. То есть у меня было нежелание брать ответственность, мне не хватало денег. Я жила на каком-то стиле, который я себе как бы там вот рассказала, что я должна жить на таком жизненном стиле, но у меня не было... Этот запрос был неразумный, не соотносился, да, вот как бы с тем, как я власть свою практику, сколько я зарабатываю на самом деле. Вот, то есть у меня, ну вот очень серьезно, я могла взять давление, да, долго над собой, да, то есть у меня есть банкротство в моей истории, у меня есть, ну, фантастического рода долги в моей истории, у меня есть траты, которые там, вот я там иду в магазин, и мне нравятся сапоги за 400 долларов, которые я не могу себе позволить. Я покупаю себе две пары, одну серую, вторую черную, да, и вот это вот, вот это просто вот, ну, безответственность, вот это вот совершенно как бы фантастического уровня. И я не хочу как бы все вот это вот как бы так долго и подробно, да, но вот просто вот про то, что вот сейчас я начала видеть, что на самом деле просто, ну, такой вот удивительный дар, как бы, да, для меня вот я, мы переехали, то есть я вот вела свою практику вот так вот много лет, просто вот несмотря на, ни на мои отношения с деньгами, ни на мои отношения с успехом, ни на мои отношения с клиентами, ни на мои отношения с тем, что необходимо, чтобы вести бизнес, да, то есть вот у меня вот это вот, вот это было инфантильное засовывание голову, как страус, в песок, да, и при этом было такое ожидание того, что вот сейчас вот какое-то манна небесная свалится, да, Вот сейчас оно как-то вот само все разрулится, оно как-то вот вдруг вот что-то такое все изменится, я выплачу все долги и все будет нормально. Вот при этом не было никакого вот, то есть я вот вела себя в этой области абсолютно неосознанно. При том, что я инвентаризировала, да, но вот эта инвентаризация у меня в основном была на то, что мне нравится, что мне не нравится, да, то есть вот чем я хочу заниматься. В основном это просто вот конфликт был в самой деятельности. На деньги я вообще никогда не смотрела. И вот последние вот, ну вот два с половиной года назад, да, мы переехали, два года назад, например, мы переехали Саше на Гавайи, я оставила как бы свою практику, то есть я ее перевела в цифровой формат, я как бы переехала, мы переехали сюда, я целое лето там все это переводила, все заканчивала, да, и вот тут мы приезжаем на Гавайи, где нам, мы рентуем карточ с одной спальней за столько же денег, сколько я платила за там квартиру с двумя спальнями, двумя ваннами и офис, да, там свой в хорошем районе, да, там на восточном побережье, вот, и мы как бы приезжаем сюда, здесь все очень дорого, я только что переехала свою практику, я уехала на 5-6 часов по времени назад, что тоже огромный фактор, вот эта временная удаленность. Я физически удалена, да, и тут еще как бы наступает ковид, вот оно вот это вот все, и как ни странно, моя практика со мной полностью не переехала, да, вот если кто-то там, у меня было такое желание, чтобы она переехала, а не переехала. Вот, и я как бы, ну вот реально, вот, мы оказались в ситуации, да, когда, то есть вот, ну, мы уже как бы с Сашей, мы с Сашей поженились, Саша человек, который, он значительно консервативнее по, ну, Саша сам про себя расскажет, я просто расскажу вам про мое ощущение Саши, да, то есть мы когда начали жить вместе, ну, мы поженились практически сразу 5 лет назад, и у нас сейчас будет 5-летняя годовщина 8 апреля, вот прямо сейчас подходит. Вот, и у нас вот сразу, у нас, ну, у нас просто как бы отношения так складывались, у нас было очень много ясности по поводу того, что мы должны быть вместе, да, то есть у нас не было каких-то там даже встреч, там как бы, ну, вот какой-то такой период, когда ты там присматриваешься друг к другу, да, то есть вот, ну, вот нас просто вот так вот как-то быстро швырнуло, вот, друг к другу, да, и у нас вот это, то есть у нас вот твой карман, мой карман, твои финансы, мои финансы, то есть у нас, ну, Ну, как бы у нас есть какая-то физическая граница, потому что у нас есть там канадская сторона, есть там американская сторона, да, которую там в основном я пытаюсь обслуживать американскую сторону, Саша канадскую, потому что там есть еще дом, и там какие-то есть лон, который он взял, чтобы выплачивать мои долги, да, вот, и так далее. Но у нас вот это вот с точки зрения как бы разделения нет, ну, вот одна из вещей, которая тоже для меня стала очень болезненной, ну, вот то, что, во-первых, там вот как бы очевидно понятно, что не хватает денег, и мы живем в рентованном месте, и совершенно точно, что если я перестану работать, мы в этом месте жить не сможем, и вообще непонятно, где мы будем жить, если я перестану работать, да, то есть у меня не было финансового планирования, у меня не было каких-то вложений, ну, значительных, да, которые-то реально бы сделали. какую-то разницу, вот, и также я заметила, что вот эти вот мои вот финансовые волны, да, когда оно вдруг есть, и мы там идем в самые там дорогие рестораны, и когда его, когда его нет, начинается, ой-ой-ой, что мы будем делать, да, вот, я почувствовала как-то сразу, да, что вот у Саши другой уровень терпимости к таким финансовым волнам, да, и я как бы начала чувствовать, что я наношу вред человеку эмоционально, реально, потому что у нас просто периодически возникает вопрос там, там, возвращаемся мы с Гавайев или нет, и куда, да, то есть вот это, вот, и вот какие-то вот эти все факторы, да, и вот это, наверное, как бы больше всего вот это осознание того, что я, то есть я как бы даже уже не могу держать вот это, продолжать держать эту мечту, что что-то оно само по себе технически изменится, ну, вот как-то случайно изменится, и вдруг станет все хорошо, я думаю, вот, то есть этого тоже нет, да, это возраст, это опыт уже, да, то есть, ну, вот, как бы вот меня, там реально вот эта ситуация моих отношений с деньгами, с успехом, с бизнесом и так далее, она меня вот реально привело в тупик и поставила на колени, да, и вот то, как вот вы, наверное, знаете, да, те, которые выздоравливают, как оно может быть болезненно, да, когда ты вдруг понимаешь, что ты вообще просто движешься вслепую в какой-то области, там, я ее прописывала как могла и все, ну, вот я абсолютно вслепую, абсолютно вот я вообще не смотрю, да, вот у меня просто вот такое вот, вот я рукой закрылась, и я не смотрю ни на, ну, у меня полная вот эта вот слепота, вот это вот, когда я пришла в на нем алкоголики, у меня была похожая слепота по отношению к алкоголю, да, то есть я, я там, кто-то, может быть, знал и видел, сколько я пила, но это не то, во что я верила, да, то есть у меня была какая-то, я убедила себя в том, что не было истинной, да, что было абсолютно не так, и то же самое вот у меня вот, Как бы ударила на деньги и начался какой-то процесс. Я, кстати, безумно благодарна тому, что у нас есть шаги, тому, что они применимы к абсолютно всем областям жизни, которые мы начинаем испытывать боль. Для меня реально были вот эти зыбучие пески, то, что Паша говорил, я пытаюсь делать деньги, они у меня больше и больше сыпятся, потому что я абсолютно доверяю только себе, потому что я не доверяю людям, я не доверяю вселенной. Для меня мир – это уравнение с нулевым исходом, то есть есть ограниченное количество всего, и мне нужно либо кому-то перегрызать глотку, либо ничего не получить. То есть на самом деле все, что я верю про Бога и про Его благодать и про возможности трансформации и так далее, оно вообще не находится в моих отношениях с деньгами и с успехом. Да, я веду свою практику профессиональную, у меня есть, напоминаю, у меня есть MBA из топовой школы из Нью-Йоркского университета, да, то есть я не веду свою практику как бизнес вообще, я не знаю, что это такое, я веду ее скорее как бесплатная клиника, там отвечаю там и там, то есть у меня, я не знаю, когда у меня ходит время, я не знаю, то есть в полном, в полном вот этом вот в безумии и рассказываю при этом все истории, что Бог знает, мой бюджет правда, это правда, но дает вот просто до копейки, потому что я не умею распоряжаться деньгами, мне нельзя дать больше, я раскидаю, я растеряю, я создам вред, да, вот. И вот это вот, вот вся вот эта ситуация, я за нее очень часто благодарна, не только благодарна за то, что, ну, у меня появилась надежда обратной от безумия, здравомыслия, да, вот у меня вот у меня появилась надежда, что у меня вот в этой области жизни появится, будет восстановлено, я так не могу сказать, появится, потому что никогда не было. Да, появится здравомыслие, появится желание увидеть правду, появится желание слушать кого-то, кроме себя, да, вот я вот сейчас просто вижу, вот, кроме с каким-то ужасом, насколько вот у меня вот это мой, той мир, мир финансовый, мир, в котором я живу, насколько он ограничен, насколько он мелок, насколько он некреативен, насколько он, насколько он мрачный, да, насколько в этом мире ничего не может произойти, насколько он стакан наполовину пустой всегда, ну, просто вот всегда, да. И я понимаю, что вот я с таким мышлением, да, вот я являюсь самым большим препятствием, да, на пути, я не знаю, какой, я не могу поставить, хочется сказать, на пути к финансовой, там, независимости, отсутствия страху или какому-то успеху, я даже не могу поставить такую цель. На самом деле, вот в программе я, ну, я долго с этим сидела, потому что я там пыталась какие-то психологические сначала вещи ко мне приходили, и они были очень полезны до какой-то степени. Шаги приходили с каким-то новой значимостью, да, с какими-то другими вещами. Сейчас приходят какие-то люди новые, да, которые там вот, ну, реально мне помогают, у меня вот работник появился, у меня какие-то, какое-то происходит движение. Я понимаю, на самом деле, я хочу вот в этой области моей жизни, я хочу потока, вот так вот, как он у меня есть, когда там вот я там разговариваю с другим алкоголиком, когда я делаю абсолютно все, что угодно, когда я хожу на хайки, когда я хожу в океан, когда я общаюсь там с людьми, да, то есть вот у меня, в принципе, вот есть вот это вот ощущение без необходимости усилия, да, вот это вот. И я на самом деле просто хочу этого, да, вот я хочу, я хочу движения, я не хочу заблокированности, я не хочу спотыкаться о себя саму, да, вот это вот постоянно-постоянно. И я очень-очень благодарна, что у нас есть процесс шагов, который на самом деле подходит вот к такому, к этой теме, точно так же, как он подходит к любой другой теме, да, то есть вот это, у меня это начинается с того, что меня поставили на колени, да, я там боролась, боролась, боролась или пыталась решить ее сама. Я понимаю, что Бог должен вступить, и у нас для этого есть процесс, и у нас для этого есть элементаризация, у нас есть какие-то другие средства, у нас есть много других людей, которые прошли через какого-то этого рода как бы вещи. И опять, да, вот глубина инструментов нашей программы, да, вот она меня поражает, да, то есть вот я серьезно как бы не знаю, я не знаю проблемы, которую невозможно решить, да, с помощью 12 шагов анонимных алкоголиков, если мы признали, что мы не можем сами ее решить, да, то есть если мы оказались во второй части первого шага, наша жизнь стала неуправляемой. То есть вот Бог дал мне увидеть, да, со всей глубиной, насколько моя жизнь неуправляема, насколько и сколько есть факторов, которые на самом деле там, они значительно глубже, чем просто дефекты характера, да, то есть вот недоверие себе, да, запрет на доверие себе. И это очень глубокие, очень такие кармические, такие очень сильные динамики, которые я могу это видеть, я ничего не могу с этим сделать вообще. То есть я не могу поднять свою самооценку через какие-то психологические способы. Я на самом деле даже не верю в том, что я могу это сделать, да, то есть вот все идет к более-более-более глубокому полаганию на Бога. И все к большему и большему смирению, да, то есть вот это сознание, как мало я знаю, как много может Бог дать, да, вот я не... У меня, в принципе, как бы ничего качественно не изменилось, вот я, ну, с момента, когда действительно вершел, начался процесс, когда вот я осознала, что я сама не могу. И что то, как я двигаюсь по жизни в этой области, оно доставляет боль мне и другим людям, да, вот просто вот этот момент произошел. И я не могу сказать, что идет какой-то такой понятный мне процесс, то есть я использую те инструменты, которые нам даны по 12 шагам, и он что-то проясняет, но вот я всегда знаю, что вот я, ну, когда я посмотрю на результаты, да, то есть я вот вижу, что у меня за последние, там, два с половиной года у меня, скажем, недолго, да, то есть, ну, практически весь долг выплатили. Я не знаю, как это произошло, да, то есть я вижу, что у меня есть работник, который заинтересованный, да, там не член семьи, который, там, просто ему нечем больше заняться, да, а вот работник, который заинтересован, который, там, на три шага впереди меня, которая, там, явно, там, она знает какие-то вещи, да, которые я не знаю, и она знает, там, о ведении бизнеса, да, то есть у меня появляются какие-то коллегии, и мужество поднять трубку и сказать, что ты сделала, я хочу сделать то же самое, да, или я хочу, да, и, и вот это, конечно, ну, вот это очень классно, что у нас это есть, я очень благодарна всем вас за ваши опыты, и я буду, я буду расти, то есть вот мне сейчас вот как раз, вот я абсолютный младенец в этой области, но я очень рада, что Бог меня привел, открыл мои глаза и говорит, смотри, я готова смотреть, и я не знаю ничего дальше, я готова смотреть, спасибо. Спасибо, Леночка, спасибо всем, Саша алкоголик, Саша пенсионер, вот, мне изумительно было радостно слышать, иногда до слез, и вообще все эти четыре встречи с нашими любимыми парами, с Чехией, с Болгарией, мы так сблизились, спасибо, спасибо вам, 55 человек, за то, что вы приходите и пришли, я вот, правда, проснулся с мыслью, что мне нечего особо сказать, я родился с какой-то совершенно другой кармой по поводу финансов, и Лена меня тут же остановила, а как же мы, да, то есть мы же говорим, а мы, не она и я, да, не вы и мы, а мы, и вот это совсем изменило мое, после молитвы и медитации, я понял, что, конечно, еще сказать, конечно же, очень много у нас сближает с вами наш советский, я самый старший в нашей компании здесь, у нас сближает этот советский подход к деньгам, у меня так же, как у многих, кто здесь выступал, мама была хранителем денег, папа получал деньги на баню, хотя он получал в два раза больше, а то, что ему надо было на выпивку, он, соответственно, зарабатывал дополнительно, публикуясь в журналах разных, все мои родители и я, это научная семья во втором и третьем поколении, вот, и поэтому, как вы помните, интеллигенция – это прослойка, самая бедная, да, то есть у меня дядя был военным на Дальнем Востоке, и, конечно, когда он приезжал там с бешеными бабками и со всем, и то у нас не было ни машины, ни дачи, ничего, ну, мы жили, ездили на транспорте по единому билету, как в Питере называют по карточке, там у нас в Москве называли единый билет, так что у меня карма денежная сложилась так, что у меня никогда особо к деньгам не было отношения и уважения, и понимания, и я как-то спокойно прошел по жизни, вот, 63 года мне, и как-то к деньгам особо не парюсь, да, то есть зарплата всегда была такая средненькая, пропивал я ее тут же в первый же день, я рубаха, парень на всех, ребенку и жене нифига, естественно, вот, и на следующий день иногда приходилось воровать у своих же друзей из-под подушки вытаскивать из кошелька, потому что меня колбасило, но все равно какое-то отношение к деньгам, слава богу, про бизнес я вообще не могу говорить, у меня никогда не было бизнеса. Номинально есть, что, да, у меня есть там по разделу земли в Канаде бизнес, который ведет мой партнер, который ничего не приносит, в принципе, это называется лендбэнкинг, когда ты покупаешь землю и ждешь, когда в цене вырасти. Ну, такие, как вот Паша там, или ребята из Чехии, это никогда я не соприкасался, или у Лены, то есть. И поэтому, конечно, мне всегда проще было отдавать деньги жене, и также во моих многочисленных браках это продолжалось, потому что, ну, это нормально, у меня не было спора по этому поводу. Правда, я помню, когда мама с меня попросила нести в Клювике мою стипендию, тогда получали в МГУ 40 рублей, я тут же занизил оценку, то есть, если у тебя тройка одна, а тебе уже не платили, и на этом стипендия закончилась, вот. Хотя я хорошо учился, то есть она как-то поняла, что это дело. Потом я женился еще на третьем курсе, естественно. Я никогда не отказывался работать, я помню, как я в студенческие годы зарабатывал намного больше, чем в рабочие годы. Я работал, мыл полы с машиной, которая, знаете, метро ездит. Только я мыл в магазине «Москвичка» на Калининском проспекте. За час работы я там получал 130 рублей в месяц, это было громадного деньги. Это мы говорим про 81-й год, 80-й. Вот, но в Канаде все изменилось. Так как моя болезнь прогрессировала, я женился на канадке, вот, то она была поскупее. Хотя у нас тоже был общий счет. И с этого счета я мог спокойно снимать, там, в Канаде бешеные деньги на бухло. Я помню, как в начале 90-х я покупал, там, не знаю, 60 унций бухла водки за 60 долларов. То есть бутылка с ручкой такая, где-то около двух литров. То есть это бешеные деньги. Канадцы ездили в Америку покупать водку. Она никогда мне замечаний по этому поводу не делала, хотя я запивал по-страшному. И по своим навыкам она, мы с ней смогли выплатить дом в Канаде за три с половиной года, который ни одному человеку вообще немыслимо. Люди по 15-20 лет. То есть никогда у меня финансовых проблем особо-то не было. То есть у меня не было низкого дна, меня жена не выгоняла, то есть под мостом я не жил. Я просто умирал. Умирал физически, психически, я не хотел жить. И меня это ничего не радовало. И количество выпитого не радовало, ни океана, ничего. Просто я умирал. И вот когда я взмолился о помощи в феврале 44-го года, вот тогда началось откровение. Я хотел бы больше вот из этих трех перечисленных – бизнес, финансы и работа, поговорить о работе. Меня сегодня осенила вот такая вещь. Как наше выздоровление, оно может быть незаметно для многих, но как оно переплетается с тем, что мы вообще делаем, в частности работаем. Мы говорили в прошлые разы о семье, говорили об отношениях, новых отношениях в семье. Мы говорили о отношениях с женами, с мужьями, с детьми, с родителями. А вот смотрите, какая интересная вещь. Я, кстати, всегда готов был работать. То есть я говорю, у меня карма очень мягкая, денежная. Я еще помню канадской жене своей в Москве говорил в конце 80-х, «Я пойду в Макдоналдс полынуть». Я бравировал с одной стороны, но я, правда, я пошел. Во-первых, я приехал с нулем английского. Ну, представьте себе, человек с дипломом Московского университета кандидатского я не закончил. И вот я иду на собеседование в институт академический в Канаде. Я иду на собеседование и привожу свою жену как переводчицу. Ну, кто меня возьмет на работу? Ну, вот эта наивность, да. В 33 года я был абсолютно инфантильный мальчик, который вот так себя вел. Конечно, я рассылал резюме, которое меня научили писать в начале 90-х, но никто меня на работу не брал. И первое, что я сделал, это я вот устроился, как мне понравилось, Петя рассказывал, устроился на почтовую службу открывать конверты. Машина неправильно режет конверты, автоматически сортируя их. И я вот открывал эти открывалочки. Еще подворовывал марки, которые мне были погашены, потому что тоже делал такое хорошее. Ниссун по названию называется. Домой. Это в мои пьющие годы. Вот. И получал я по канадских эквивалентах 7 долларов в час. Это минимальная оплата была. По-моему, она сейчас в Америке минимальная по-прежнему. Вот. И хватало? Я не парился. Хватало? Ну, вот отношения на работе складывались. Во-первых, я не говорил по-английски. Очень много было иммигрантов. И начальница у меня была, человек, который не закончил школу. И в тот же раз, когда она нажимала на компьютер, на кнопку, Как компьютер делал звук ЗЗ. Я однажды подошел и говорю, хотите я вам объясню как. Потому что я с компьютерами уже там работал еще в Советском Союзе многие годы. Она мне сказала, иди в свой угол и сиди там, типа. Ну вот тогда я понял, что мне надо что-то менять с работы. Вот в контексте работы. Я поступил в университет. И я стал учиться. Я магистрат стал проходить. Естественно, стал притягивать другие работы. И к тому времени я уже умудрился упасть на свое алкоголическое дно. И когда я уже довалился до самого дна, я был в университете, и мне профессор сказал, если ты ничего не будешь делать, я тебя уволю из аспирантуры. И я как раз тогда вот эту магистрскую диссертацию писал. Ну каким-то образом я зацепился, остался там. Но работа стала притягиваться. Уже не почтовая служба за 7 долларов, а уже намного лучше и больше. Но что интересно, я начал замечать интересные перемены и параллель с выполнением шагов и практикой наших принципов. То есть если бы я на самом деле фокусировался на делании денег, чего у меня никогда не было, концепции такой, или на росте карьерном, то скорее всего это вызывало бы мне много боли. Но интересно, что у меня интуитивно с самого начала, с прохождения даже первых пяти шагов, ну а дальше-то уже 6, 7, 8, 9, у меня начались перемены такого рода. Во-первых, я перестал неткать. На работе, будучи контрактором, я стал соглашаться. Я стал волонтером во всех областях. Нужен перевод с российским проектом в нашем министерстве. Кто будет делать? Саша будет делать. Нужно позвонить там, связать генерального директора или замминистра Канады с российским. Саша уже на телефоне сидит. Нужно там презентации делать. Это параллельно с моей научной деятельностью. И вот это вот тоже черта, которую мы наконец узнаем, сделав 12 шагов и понимая, какая наша главная цель. Там в девятом шаге написано в большой книге, что наша главная цель это быть подготовленным, подходить больше для служения Богу и другому человеку, другим людям. И вот это оказалось как бы интуитивно. Шаги я делал 4 раза. Многие из вас знают из-за своих 27 лет трезвости. Была причина, почему. Но интересно, что вот моя карьера стала расти, как бы следуя за моим выздоровлением. То есть один из принципов, да, мы не отказываем. Неметко. То же самое параллели в семье для счастливой жизни, да. Зачем мне надо жене говорить, иди мой посуду, или к ней кричать, нет, я не буду мыть посуду, когда я могу пойти и помыть. То же самое принцип служения и волонтерство, да. Я пойду и сделаю с радостью. И вот интересные перемены стали. Меня заметили. Я уже не звонил там, был переводчиком на переговорах между делегациями из России и Канады. А я уже, значит, меня уже повышали до заведующего отделом. А там генеральный директор заметил и сделал из меня там главного менеджера инкубационного центра по инновациям и коммерциализациям. Откуда? Я еще и английский-то совершал ошибки, когда писал. А я делаю презентацию генеральным директорам, замминистрам. И я что-то толковое говорю. Мне иногда я себя со стороны слушаю, и мне что-то не верится, что мой род может такое сказать, да. А на самом деле все складывалось. Вот сейчас глядя назад, и благодаря вам, то, что мне удалось как бы это отзеркались, несмотря на то, что, в отличие от всех вас, у меня никакого опыта с бизнесом нет, но у меня есть опыт громаднейшей служения на работе, используя наши те же самые принципы. Принципы смирения, принципы сострадания, принципы служения, отдавания, а не на себя тянуть. И все остальное строилось само. Может быть, это моя карма, скажите, это ему повезло. Ну, а может быть и нет. Многие канадцы завидовали этому Саше с жутким акцентом русским, да, такие он посты занимает. И самое главное, потом сменилось правительство, они убрали этот инновационный коммерциализационный центр. Меня не уволили, меня перевели обратно ведущим научным сотрудникам, который работал и продолжал свою работу. И, кстати, в Канаде такие правила, на пенсию никого не выгоняют. Я мог бы и сегодня работать и двигать науку. Ну, в общем, прожитая жизнь, изумительно красивая. Деньги были вторичными. У меня они были, да, у меня были тоже долги, потому что хочется этого, из того. Мы когда развелись с канадской женой после 16 лет, получилось так, что она выплатила полностью тот дом. А мне, ну, то есть так, вообще у нас не было ни суда, ничего. У нас один нотариус, в принципе, нас развел только потому, что мы согласились со всем. И она в Валаноне была, и я был. То есть из этого, из развода получилось не вычитание, а каким-то образом прибавление. У меня появился дом, куда из-за того, что я убрал свое имя с ее дома, из титула, она мне дала какую-то сумму денег на первый взнос, на ипотеку. Таким образом, ей дом этот остался, а я вот этот дом, то, что у нас сейчас с Леной, единственное, что такое серьезное там есть, это вот в Канаде этот дом. И к чему я веду? К тому, что все говорили о том, что когда мы выздоравливаем, когда мы выздоровели в программе от этой неизлечимой духовной болезни и поддерживаем сегодня вот нашу жизнь и наше состояние благодаря вот этой русской тройке, да, к намасленицу, это 10, 11, 12, которые мы практикуем. Несмотря на то, что я часто просыпаюсь во второй половинке первого шага, но если я ежедневно практикую 10, 11, 12, у меня прямо картина, что эта русская тройка развалится, если один из этих шагов, если одна из этих лошадей пойдет влево или направо, или эта вот упряжка сломается. Но меня очень важно помнить 10, 11, 12. Это не только 10, 11, это не только 11, это не только 12, это все три шага, как русская тройка. И тогда, я уверен, вся наша тема, финансы, бизнес и работа, они будут идти, они будут идти догоняя это. То есть это не будет самоцель стать богатым, это не будет самоцель получить изумительную работу и достичь каких-то высот, да. Мы будем практиковать эти принципы во всех наших делах, включая дом, работу, бизнесы, финансы. И нам будет дано скориться. И вот недавно, мы только еще жаловались, неделю назад, да, я помню, или я жаловался о том, что не как наш жилец, который снимает дом, причем мы дали там такие льготы, и все, три года снимает этот канадский дом, уже почти дело до суда дошло. Мы уже даже взяли, как это сказать, консультацию у квебекского лояра, как выселять. И выяснили, что мы выселить не можем человека. Чтобы выселить человека по канадским законам, там надо чуть ли не три месяца ему ренты выплатить, чтобы еще денег дать, чтобы и год ждать еще. И мы просто отпустили, да, используя принципы наших шагов. Опять вот деньги с деньгами связаны, да. И это единственные деньги, на которые мы можем сегодня рассчитывать, такие, чтобы, может быть, что-то купить на Гавайях, на другом острове, положить первый взнос. И вот мы перестали, да, мы отпустили. Мы сказали, сколько ей нужно с этой женщиной, столько пускай и живет. Мы даже были согласны, чтобы она аренду не платила. Мы вдруг осознали, что она мать-одиночка, что сейчас ковид, что у нее сын депрессивный, ей хочется остаться в этом поселке, где у нас дом, но она, на самом деле, ей тяжело. И мы отнеслись со страданиями. Мы сказали, Господи, пускай, да будет воля твоя. Через неделю приходит письмо, и она шла жилье и съезжает. Ну как? Опять, чем больше я прилагаю усилий, чем больше, как Ленок тоже говорил, чем больше я верю, что я сам способен разрулить это, тем меньше это в нашем опыте получается. И наоборот, тем больше мы, как написано в книге, Бог все или ничто, какой он меня сегодня любит. И вот если мы в какой-то момент предполагаем, что Бог это все, все меняет, все становится с головы на ноги, становится вот таким, что ладно, пускай будет так. Я не отрицаю то, что Лена говорит, я внимательно слушаю, будучи пенсионером, и чем могу, помогаю. Но ее процесс, вот это уважение, то же самое. Так как мы пары здесь, все-таки закругляясь со своим, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Но я хочу сказать, что уважение к партнеру, уважение к тому, что она делает, и поддержка максимальная, насколько я могу сегодня это делать. И я вижу, как человек растет. И на самом деле мне нравится описание любви в одной из книжек, которую я в 12 лет не мог прочитать. Называется «Непроторенная дорога» Скотта Пека. И на самом деле описание любви у него четко в одном предложении. Это желание выйти за рамки себя ради духовного роста своего партнера и своего партнера, и себя самого. И вот этот человек неанонимный сформулировал вот такое определение любви, которое резонирует. И вот это опять сводится обратно к тому, что сказал доктор Боб. Если мы через ситечко пропустим все 12 шагов, то они выразятся в двух словах – любовь и служение. И в принципе, если мы останемся работать с любовью и служением, относиться к любым аспектам нашей жизни, будь то бизнес, работа, финансы, семейные отношения, отношения с женами, с детьми, с родителями, я уверен. И при этом понимая больше, чем меньше, что Бог все равно разрулит, и разрулит точно совершенно. Когда все складывается, весь пазл складывается, не надо вот этой жвачкой залеплять эту единственную дырку, которая там была потеряна. Бог сложит этот пазл, мне просто остается наблюдать и молиться, и помогать, и отвечать на ту интуицию, слышать интуицию, и быть готовым служить, и быть готовым сказать «да». Как я могу быть полезен? Не только в программе, да? Что мы радостно делаем уже 20 с лишним лет все здесь, да? Как я могу быть полезен своим любимым? Как я могу быть полезен в бизнесе? И многие из вас, я уверен, те, кто имеет успешный бизнес и получают еще и удовольствие от него, скорее всего, и практикуют вот эту вот любовь и служение. Как мне быть полезным, да? Вот это вот чудесно, у меня аж слезы были, из-за того, что ребята из Чехии сами еще и мыли квартиры, вдруг у них сознание перевернулось в то, что как служить, да? Вроде бизнес, служение. Помните эту советскую фразу, когда официантка подходит, там, швыряет тебе что-то там в кафе? Да так, за такую зарплату ты сам типа можешь там это. А тут же совершенно все с ног, с головы на ноги, да? Как я могу в своей профессии принести, в своем бизнесе, в своей работе, принести радость другим людям? И тогда мы понимаем, что, может быть, вот мой прогноз, что только через тысячу лет люди будут жить по принципу отдавать больше, чем брать. А мне кажется, мы именно являемся этим катализатором, из которого мы создаем вот это, из нашего сообщества, и это на самом деле катапультирует нас и в другие круги, в другие сообщества, и в другие страны, и государства, показывая, что, живя по принципу любви и служения, люди говорят, мне это интересно, я попробую тоже, да? Спасибо, любимые родные, спасибо за ваше присутствие. Готовы отвечать на вопросы на ваши? Да, спасибо, Лена, Саша. Было, как всегда, здорово. Теперь у нас вопросы. Пожалуйста, кто хочет задать вопросы, ставьте один-один-один. Пожалуйста. Пока никто не записался, хочу сказать тоже, всех поблагодарить. Спасибо за этот семинар. Слава, алкоголик. Для меня это тоже было честь. Для меня это было очень, как это сказать, и тяжело, и трудно. То, что я уже говорил, да, я много лет заикался в прошлом, и у меня много страхов, много это. Но вот это тоже мой опыт такой, да, я учусь тут, как себя вести потом. Мне потом легче, да, там, приходить в банк, разговаривать с большим начальником. Именно вот я научился здесь, у анонимных алкоголиков, да, именно вот ведя там группы, я начал их вести там 4 месяца, месяца еще только мне это, как я буду вести, я заикаюсь, а мне говорят, ну ты же на русском там это, ну да, ну и все. И это очень все страхи вот мои вот такие вот лечат, потому что я очень боялся больших этих встреч, да, больших компаний, все вот это для меня очень страшно. И когда мы все это начинали, я хотел закопаться, зачем это я все начал. Вот, но в итоге всем большое спасибо. Сейчас я посмотрю, кто у нас. До сих пор никого нету. Вовчик, может, у тебя что-то есть вопрос? Вова, ты меня слышишь? Вова тоже занят, семья, значит. Так, может, тогда что-то добавить, может, или подождем немножечко, может быть. Так, есть. Ага. Первое. Так. Ага. Вера, да, или как, я не пойму, один-один. Пожалуйста. Надо принять вызов. Unmute. Вова, Вова, ты с нами, открой там. Все нормально сейчас. Все, я получила. Да, здравствуйте. Хотела себя представить. Я Вера алкоголик. Я здесь второй раз, и, в принципе, никого не знаю, ну, кроме моей сестры. Вот. Хотела поблагодарить всех и вообще за ведущих группы. И очень понравилась мне тема. И вопрос у меня есть такой. Я извиняюсь, я очень-очень редко на эти темы говорю по-русски. Я, в основном, хожу на англоязычные группы. И поэтому мне немножко трудно. Особенно с терминами. Вот. В июне у меня будет два года трезвости. Так что я еще, как бы, ну, не очень опытная. И вопрос у меня такой. Я иногда нахожусь в состоянии таком, как будто я запуталась. То есть, я очень люблю помогать людям и очень люблю, ну, вообще работать. То есть, мне дико трудно сидеть на месте. Я это просто не умею. И я очень люблю быть активной. Вот. Но иногда мне кажется, что на работе меня используют. То есть, как бы, ну, конкретный пример лучше всего, да? То есть, недавно я заработала, ну, довольно-таки такую крупную сумму. И я занимаюсь коммерческими интерьерами. Вот. И, значит, последний взнос мне должны были заплатить определенную сумму, да? Но мой начальник решил, что я, типа, могу подождать. Вот. И говорит, ну, значит, заплатим сегодня вот столько-то, а остальное потом, типа, свои люди сочтемся, да? Вот. И это потом, может быть, через год. Вот. И я так сижу и думаю. Ну, да, все дело не в деньгах. И нужно быть полезной. Я стараюсь быть полезной. И все так хорошо. Я выздоравливаю. И столько подарков, программы. Вот. И я тут такой, значит, сумму заработала. С другой стороны, мне кажется, и мне также говорят люди, знакомые, которые юристы. Мне кажется, что начальник, как бы, ну, манипулирует. И, в принципе, он известен этим своим качеством вообще в нашей среде. То есть, мне еще кажется, что как будто бы на мне ездит. Вот. И я думаю, ну, что делать? Значит, сопротивляться или не сопротивляться? И не знаю даже, у кого спросить. И я еще позвонила моей спонсорше. А она работает вообще как в American Express. То есть, она, в принципе, соображает в этих делах. И она говорит, ну, помолись. Вот. Я смеюсь, потому что для меня все это как бы такое новое. Вот. И когда я помолилась, если честно, то я даже забыла, что я получила от молитвы. То есть, когда я пришла на работу, и все это так долго, значит, закручено происходит. Когда я пришла на работу, я должна была иметь дело с, ну, с бухгалтером. Вот. И она говорит. Что-то такое произошло, как будто бы у нее не было времени со мной говорить. И я так сижу и думаю, ну, я тут, значит, уже такой подвиг совершила. Я уже тут готова все принять. А мне говорят, у нее нет времени со мной говорить. И я, значит, разозлилась. И, по-моему, я на нее накричала. Потом она, значит, прибежала за мной и стала передо мной извиняться. В общем, такая фигня происходит. И я не знаю, что мне с этим делать. То есть, я как бы в финансовом смысле я приняла. И думаю, ну, ладно, бог с ними. Потом пусть заплатят. Ладно, это не важно. То есть, у меня есть чем себя кормить и моих собак. Вот. Но тут пришла еще, еще один дефект, значит, всплыл. Это ярость. А, ну, еще, конечно, гордость. В общем, я не знаю, кому у меня вопрос и в чем он заключается. Но вот да. И я просто, наверное, хотела поделиться. И большое спасибо всем спикерам. Ребят, если кто-то понял. Я понял. Я очень хорошо понял. Там была классная фраза, прозвучала. Я на эту фразу сразу стойку делаю. Свои люди сочтемся. Вот эта вот тема прозвучала. Если я начинаю кого-то, ну, понятно, если я начинаю кого-то, я про себя говорю, поскольку, если я начинаю кого-то осуждать, это очень хорошая есть такая, на самом деле, притча. Она мне очень помогает в жизни. Мне ее тесть покойный рассказал. Когда к мудрецу пришел человек один и говорит, что за фигня такая? Ну, как дружность. Ну, так что так прекрасно, так хорошо общаются. Такие прекрасные люди, как начинаются деньги, там, работа какая-то. Начинаются какие-то проблемы, да? Он говорит, ну, пойди, посмотри, говорит, в окно, что ты видишь? Он говорит, ну, что я вижу там? Дорогу, там, деревья, где, ну, что это там? Да теперь пойди, посмотри, в зеркало что-то видишь. Он говорит, ну, себя вижу. Он говорит, ну, и то, и то стекло, только во втором случае малеку серебра добавили, ты уже видишь только себя. Это весь разговор, да? Поэтому, когда говорят свои люди, очень неплохо бы определиться, кто здесь свои, а кто здесь не свои, и вообще, в какой я здесь шапке нахожусь. Потому что, если я пришел на работу, понятно, что мы применили наши принципы во всех наших делах. Дома, на работе и так далее. На работе я имею свою, ну, я лично, мне кажется, что я на работе должен иметь свою ответственность определенную, чтобы я не обманывал своего работодателя и точно понимал, что если мы, как бы, здесь я на дружеской ноге помогаю, то давайте я буду делать это бесплатно. Да, я не буду за это получать деньги, потому что мы свои люди, и я тебе помогаю. Если мы с тобой здесь сейчас относимся как начальник и подчиненный, тогда наши отношения скреплены, видимо, какими-то договорными отношениями, которые, наверное, выражаются в некотором договоре письменном или устном, без разницы. Ну, в некотором договоре. В этом договоре должны быть прописаны какие-то моменты, к которым мы обращаемся, когда у нас возникают трудности подобного рода. И это, видимо, просто моя, ну, как я увидел, да, моя сторона в том, что я начинаю вечно перемешивать все эти отношения. Вот и все. То есть моя ответственность в том, чтобы разобрать эти отношения, конечно, не страшно, потому что если я начну разбираться в этом, как ко мне будут относиться, как про меня будут говорить, а вдруг меня уволят, ну, и так далее, поехал, принеслась. Вот, но при этом и так я не могу. Поэтому, как бы, тут придется сделать просто, ну, я для себя сделал это. Я всегда знаю, что у меня есть какие-то отношения с людьми, и в чем они выражаются. Если здесь мы друзья, ну, хорошо, здесь мы друзья, давай дружить. Если мы пришли работать, я подчиненный, давайте будем работать. Я очень хотел бы знать, что я должен сделать в первую очередь, да, и за что я получаю зарплату, и как это регламентировать. Вот все. Поэтому для меня важно понимать, кто я, где, в какой ситуации. Я всегда это путаю. У меня все время путаница. Отсюда происходят проблемы. Ну, вот так, такой опыт. Спасибо. Спасибо, Петь. Наташа, алкоголик, хочу добавить. Тут это даже больше не ответ даме, которая задавала вопрос. Просто на меня выпрыгнуло слово «меня используют». Мы тут все сидим и слушаем, каждый слушает свое, да. Конечно же, я в первую очередь, вступая в те или иные отношения с людьми, делая настрой на день, там, концентрируясь на том, что хочет сегодня, чтобы я делала по Божьей воле. Моя задача быть полезной, и моя задача помогать. Но я знаю, что первый нюанс в этом во всем. Мое помогание может быть причинением добра, да. И тогда это так переваливается в созависимость. И если касается денег, что мне кто-то должен, кто-то не расплатился или еще что-то, мне очень понравилась история, которую сейчас Саша говорил, да, про письмо, про там, женщину, которая жила в его доме, или там, ну, вот эта вот вся история, да, что есть ситуации, которые нужно отпустить, которые, вот я катастрофически не люблю, там, как это по-русски называется, кредиты, там, вот это вот все, да, я не люблю, когда я должна. И когда мне кто-то должен, я тоже стараюсь это как бы не занимать, если я занимаю или вот какой-то финансовый вопрос, я как бы вот могу отдать ровно столько или занять столько, сколько я готова потерять. Ну, или просто подарить, вернее, да. И я полностью согласна, вот, то, что говорил Саша, да, про то, что отпускать, выполнять работу Бога и все остальное, вот тут вот безупречно добавить нечего. Но я на что обратила внимание, что хочу подчеркнуть, что я не должна создавать прецедент. Я не должна создавать прецедент, потому что в этом тоже воля Бога, потому что если я участвую в каких-то отношениях или в каких-то делах, где меня, ну, там, либо используют, хотя вот вся ситуация, даже я сказала, что не про эту женщину, там, говорю, которая вопросы задавала, да, что каждую конкретную ситуацию нужно мне разбирать с моим спонсором, чтобы увидеть свою сторону. Гейзинг, рысь, нечестный страх. Почему? Потому что в определенный момент, если я не реагирую, когда меня разводят, используют или еще что-то, моя сторона чиста, то, как это сказать, нужно некое такое здравомыслие, потому что если я на эти вещи не обращаю внимания, то я создаю человеку прецедент на то, чтобы он продолжал этот вид действенности, тем более, что я, участвуя в этом, причиняю ему косвенный ущерб, я как бы его развращаю. То есть меня можно кинуть, еще кого-то кинуть, еще что-то, еще что-то, но это там, как, не знаю, там, банальная история, обманула меня официантка, например, в ресторане. Можно сказать, ну, вроде бы так можно там преподнести, да, что, а, это духовные принципы, наша задача прощать, принимать, люди духовно больные, все остальное, все остальное, но тем самым, если я никак не реагирую, там, ну, по-разному же можно сказать, улыбнуться, там, или еще что-то, но дать человеку понять, что я это поняла, что я это увидела, не скандалить, конечно, да, но чтобы для человека не было зеленого света, что, да, продолжаю это то же самое делать, вот в каких-то своих инвентаризациях, что вот это вот молчание, сглаживание углов, я человеку причиняю ущерб, я даю ему зеленый свет на то, чтобы он это продолжал, да, как, например, там, ну, сообщить в полицию как-то, сообщить в полицию, что было там выросло, он, не, ну, как своих же сдавать, и все остальное, я говорю, слушай, ну, человек совершил преступление, ну, как это, как бы, ну, если это он вовремя не остановится, он с собой украдет больше, сядет на дольше, ну, я надеюсь, что я донесла, у меня гола немножко болит, мне внутри кажется, что я сказала то, что я хотела сказать, спасибо. У меня Павел зовут, я алкоголик, я добавлю, у меня было два момента, первый момент, я работал на работе, первая моя работа была в трезвости, да, где начальник был, ну, такой эмоциональный, неуравновешенный, да, и он на меня постоянно орал, ну, на всех орал, и на меня в том числе, вот, и я его пытался четыре года переделать, да, то есть я пытался выставить отношения так, чтобы на меня не орали, да, я как-то в одной анонимной, я помню, в семинар, там люди приехали, я говорю, слушай, у меня такая ситуация, она говорит, ну, говорит, тебе нравится, типа, если нравится, терпи дальше. Я так на нее обиделся, я думаю, блин, мне не нравится, вот, ну, как бы, вот, пока, когда до меня дошло, да, что, как бы, ну, мне не нравится, что на меня орут, да, то есть какого хера ты здесь сидишь, да, ну, есть какие-то бонусы, значит, от этого всего, да, то есть что-то я с этого ловил, вот, то есть когда я с этим разобрался, я ушел, да, вот и все, а это с одной стороны, да, а с другой стороны, у меня есть опыт такой, что, ну, я как работник должен, ну, или как правильно сказать, я когда работал, да, меня за что-то ценили, уже на другой работе, да, уже там в другом бизнесе, меня за что-то ценили, да, вот, при прочих, так сказать, при прочих равных, да, вот, и вот здесь, есть, как бы, такой вопрос, да, то есть бонусы от этой работы для меня лично, как бы, перевешивают недостатки или нет, да, то есть такой достаточно прагматичный вопрос, то есть я работаю, да, с человеком, он говорит, слушай, вот ты там заработал какую-то сумму денег, да, я, как бы, 10% удерживаю, да, как бы, получишь при следующем, как бы, полученном объеме, да, то есть я понимаю, что мои заработанные деньги мне выплачивают при начале следующего заказа, и я их получаю в виде аванса, да, то есть такая, как бы, ну, как сказать, неснижаемый остаток у нас такой получается с ним в работе, да, меня это устраивает, блин, меня это устраивает, да, я на таких условиях отработал 7 лет, то есть меня это устраивало, всегда был этот неснижаемый остаток наших отношений, вот, да, и я знал, что, как бы, он не ищет других работников, да, и я не ищу другого работодателя, меня устраивает, мне нравятся эти условия, да, поэтому весь вопрос в том, что, как бы, мне нравится или мне не нравится, да, то есть, как бы, если я, как бы, думаю о том, что, вот, блин, меня бедного, несчастного обидели, унизили там, да, ну, какого хера ты тогда там сидишь, да, вот, то есть тут, ну, вот, для меня, как бы, это такой момент, ну, вот, это может быть и так, и так, то есть это тебе решать, спасибо. Спасибо, следующее записалось. Алла, ребята, я прошу, как бы, задавайте конкретные вопросы, то, что время уже у нас очень позднее, что будет. Алла, пожалуйста. Вова, там следишь. Всем привет, алкоголичка Алла. Ребят, всем большое спасибо за опыт, а, к сожалению, не слышала первую пару. Такой вопрос, смотрите, по поводу, да, семейного бюджета, да, единый ли он, да, у вас, потому что у меня с бывшим мужем была такая ситуация, да, ну, это больные отношения с прошлого, я, да, хотелось бы услышать как по-новому, то, что типа у нас единый, но у каждого была своя нычка все равно, вот, то есть вот этот кредит доверия, ну, особенно как разводу ушло, ну, там понятно уже, вот, и такой нюанс, один зарабатывает больше, ну, муж, там, в моем случае, я меньше, и там начинаются торги. Если я зарабатываю больше, я, типа, вот, я работаю, а ты все дела там по дому делай, и вот, да, все остальное. И, естественно, с его там стороны это какой-то контроль по поводу денег, с моей стороны какое-то, типа, уничижение, я должна все делать-делать, и я чувствую себя плохо, и вот такие вещи. Был и такой опыт, как это вот решалось, и еще такие вещи, когда вот какие-то крупные покупки, нет, давай не мне, нет, мне, нет, кто-то что-то больше подарил, кто-то меньше, и вот, вот, эти вот торги, вот, был ли опыт, и вот, была благодарна, если бы поделились, как вот с помощью программы, да, вот вы его проходили. Спасибо. Ну, что, все, все, все молчат, я скажу, не осуществляю, я алкоголик, привет. Ну, у нас не было заначек, ну, я, как бы, я верю, да, что у нас их не было, с моей стороны не было точно, я думаю, что и с Наташиной тоже, вот, как бы, и у нас бюджет был всегда общий, начиная с, ну, во все времена, когда были деньги, когда не было денег, у нас всегда был общий бюджет, мы всегда оба знали, сколько денег в семье, вот, это, это первый момент, да, а второй вопрос какой-то еще был, да, там, а, кто, да, кто, кто, кто больше зарабатывает, кто больше что делает, да, Ну, да, Наташа, я, Наташа, он скажет. У меня муж умный, духовный, я всегда говорю, он мне дал большую легкость и свободу в момент изобилия, никогда мне ничего не запрещал и никогда меня не ограничивал. Один раз в жизни, когда начался чуть-чуть кризис, он мне не купил бушлатик, который я захотела, я до сих пор это помню, спустя 15 лет, ну, это я так шучу, на самом деле, если начинаются вот эти вот разговоры, кому кто что купил, а какой вопрос был, Паша? Ну, бюджет. Не-не, вторая, а, кто больше зарабатывает, да, вот, чем хороши вот эти духовные принципы, тем, что, ну, вот, я очень благодарна за то, что удалось вот это доверие удержать. То есть как только вот это доверие утрачивается, ну, считай, что начинается разрушение брака. То есть при любых обстоятельствах, если сохраняется вот это доверие при условии, что два алкоголика в семье, которые выздоравливают, регулярно работают со спонсором, то как только соскальзываешь с этого пути, вот это вот все и начинается. То есть я абсолютно во многих вещах, ну, как бы, как сказать, уверена в своем муже. И знаете, еще есть такая штука, что, ну, вот, если женщина хочет узнать, ну, подозревает, что муж изменяет, блин, она всегда найдет, что он изменяет, даже если он не изменяет, либо она начнет себя вести таким образом, чтобы заставить его пойти налево. То же самое я считаю и в финансах. То есть я в какой-то, это как прочитать четвертый шаг мужа там или еще что-то. Я полностью уверена, что мне выгодней, комфортней, спокойней, удобней доверять и расслабиться. Поэтому если удается вот это сохранить, то жизнь спокойная, счастливая, расслабленная и с любовью. Ну, как-то так. Спасибо. Таня, алкоголичка, я тоже чуть-чуть добавлю. Знаете, это же, ну, по принципу седьмой традиции. Мы же в шляпу кидаем, мы же не смотрим, кто сколько кинул. Да, это все равно, что после собрания сесть и посчитать. Так, Вася положил 10 копеек, а Коля 5 рублей. Тогда тебе выздоровление причитается побольше, а тебе поменее. Или привилегий каких на группе. Мы тогда твой голос будем слушать, а этого слушать не будем. То же самое здесь, да, мы каждый, коммунистически, от каждого по способности, каждому по труду хочется сказать. Но нет, мы кладем только, каждый вкладывает столько, сколько может. И на сегодня, опять же, у нас за 20 фигом лет совместной жизни были разные времена. Было, когда я зарабатывала миллионы, а Петь посидел без работы. Было наоборот, когда я не работала, он работал. И по-всякому было, да, и всегда у нас бюджет был общий. Ну, как-то вот, и вот то, что Саша сказал, то, что ребята говорили, любовь и доверие, если этого нет, то, ну, собственно, о чем. Мы всегда найдем, к чему придраться и за что не поверять. А если нет любви доверия, то, наверное, деньгами его не поправишь. Добавлю тоже. Петя алкоголик. Слушайте, я на самом деле могу сказать, что вот, ну, конкретно, да, я там постараюсь коротко, да, что конкретно делать. У меня есть такая фигня, что у меня с собой всегда весы. Чик, весы достал. Она столько, а я столько. И самый прикол, что бы я ни взвешивал, я всегда перевешиваю. Потому что там типа такая, она то, 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 но. Бум, и гирька такая, 16 пудов на мою чашку. Бум, упала, все. Но я болею. У меня болезнь. Называется она эгоизм, эгоцентризм. Этот эгоцентризм, он огромный, как планета. Я взвешиваю, все, все. Бум, и в последний момент я ей, да, да, это тебе, это ты, ты, молодец. Ну, красавица моя, кормит меня. Но я и положил свой шар эгоцентризма. Все. Я победил. Всегда. Вариант один. Нахрен выкинуть весы. Все. Чтобы я вообще не был, ну как, я выкидывал весы. Все. Я их выкинул. Когда-то бум, взял и выкинул. Потому что я всегда все равно перевешиваю буду. Как ни крути. Я готов признавать все, но и в конце чик положил. Поэтому вариант один. Выкинуть чертовой матери весы. И еще второй момент. Убрать ожидание. Вот мы приехали в эту Чехию. Жена с дочерью сидят на диване. Полностью нокаутированной. Вообще нокаут. Выглядит так. Это все в чипсах. А в рот чипса и щелкают телевизор. Не 24 часа. Не 48. Вторую неделю. Все. Ничего не... Я прихожу откуда-то. Пожрать там это. Сидят. Я пылесошу. Ноги принимаю. Я спонсорю. У меня охоренели там вообще. А я еще с весами, естественно. Да. Тут еще такая тема. Праведный гнев. Все дела. Ну короче. Это старый анекдот. Да. Работаю один. А делим мы двоим. Старая фишка. Вот. Я когда отпустил все. Прихожу. А все. А тут все убрано. А тут все сделано. И я вообще забыл, что когда-то я что-то там вообще делал. Но хотя об этом постоянно рассказываю. Хрен я им забуду это. Ну вот. Да. Поэтому как бы... Таня правильно сказала. Любовь и доверие. Я знаю, что было время, когда я... Сколько? 4, наверное, года. Не больше. Меня Таня кормила. За мной там... Я говорю, за мной постоянно все бегали. То одни, то другие. Куда-то меня все возили. Я всем был очень нужный. Я очень популярный чувак был среди этих людей. Когда там работают. Я все время прятался. А Таня меня постоянно кормил. Ну вот, это все время за меня защищало. Ну, наоборот. Любовь и доверие. Да. Выкинусь в себе к чертовой мать. Спасибо. Спасибо. Следующая. Спасибо. Вова, ты открыл, Надежда? Слышно меня? Да. Привет всем, ребята, Надежда. Я коротко хочу поблагодарить Сашу и Лену. Я, к сожалению, застала только ваше уже высказывание. Позднее подключилась. Вот, Саша, ты так хорошо сказал сейчас. И у меня прямо какое-то успокоение пришло. То, что ты сказал, что Бог служит всю мозаику. И Лена перед этим рассказала свою историю. Но это вот настолько мне надо было сейчас услышать. Потому что у меня... Я жила в Чехии долго, в Праге. У меня там бизнес свой был. Переехав в Америку, я тут как-то не состоялась по бизнесу. Работаю, но это не мой бизнес. Но как-то Господь делает, что действительно у меня есть деньги для жизни. И я делаю то, что мне нравится. Но время от времени из меня такой выпрыгивает какая-то, знаете, такая амбиция. Да что же это я? Ну, как на кого-то там работаю? Нет, мне надо опять что-то начать. И потом опять, как Лена сказала, а хочется попутешествовать. Для этого же нужно время. И хочу похайкать туда-сюда. И вот сейчас, слушая вас, ребята, я поняла. Ну, наверное, я в том месте, где я должна быть. Вот Господь так расставляет все, что есть у меня на что жить. И я делаю, что мне нравится. И, в общем-то, оказывается, это может и неплохо. Может, так и должно быть. Спасибо вам большое. Вы прямо внесли какую-то вот недостающуюся детальку во всем этом круге моего жизни. Спасибо большое. Спасибо, Надежда. Андрей следующий записался. Добрый вечер. Всем, Андрей, алкоголик. Всем спасибо за спикерское. Действительно, очень классно. Действительно, ребята, с удовольствием вас всех послушал. А вопрос у меня к Паше. Уже еще не уснул. Паша, вот мне просто интересно. Вот в то время, когда у тебя попер бизнес, и джип, и бриллиантовые запонки, и вся вот эта вот фигня. Я, ну, если я правильно понимаю, то, наверное, был отход от программы, да, в то время, да. И если я правильно понимаю, то как, собственно говоря, вот ты удержался на этом вот и не сорвался в то время. Потому что я по себе знаю, по своему опыту, это очень-очень большое искушение. Это вот у меня сразу тут же уходит вторая часть первого шага, да. Мне кажется, что я очень здорово управляю своей жизнью. И тут для меня, например, очень большая опасность. Как все-таки этого не произошло? Спасибо. И спасибо всем за группу. Ну, Ильич, спасибо тебе большое. Ну, я думаю, что ты сам ответил на вопрос уже, да? Что я не знаю, как это произошло, и вопрос этот был. Вот. Вот и все. Я, конечно, могу сказать, что я вроде как думал, что я и не отошел в программу и все остальное. Ну, как бы, ну, так получилось, я не знаю. Ну, в смысле, я не думаю сейчас, да, то есть, знаешь, это пока по поводу каждого события можно спрашивать, блин, а как ты не сорвался, да? У нас же сказано, Бог вдруг избавил его от влечения к алкоголю. Все, да, пробил, ловился. Вот. На самом деле мы получаем трезвость, еще ничего не сделав, еще никаким образом это не заслужив, еще никак себя не проявив, еще не найдя Бога, да, мы уже получаем вот эту благодать Господнюю. Вот и все. Поэтому только по воле Божьей. Спасибо. Спасибо, Паш. Спасибо, Андрюш. Всем, так, сейчас и последний вопрос. Сейчас я попытаюсь его прочитать. Юля прихвала. Сейчас. Ага, вопрос ко всем спикерам. Мне много лет, лет должны, деньги не отдают. То забываю, то вспоминаю. Прописывала, молилась, разбирала, разбирала, но периодически проходит. Приходит обида и злоба приходит. Вот. Если есть такой опыт, поделитесь. Наташа, он смеется. У меня есть такой опыт. Да, я коротко постараюсь ответить. Меня зовут Майл, я алкоголик. Привет всем. Благодаря вот моему замечательному спонсору мне удалось как бы это все дело пройти. У меня есть достаточно близкий мне человек, который должен мне денег много лет. И злоба на него была порой такая, что я как-то еду и понимаю, что я готов звонить каким-то людям и просить их, чтобы они ему причинили какой-то непоправимый вред. Физический и материальный. Мне Бог дал возможности в этот момент позвонить спонсору, и мы делали с ним четвертый шаг. У меня есть такой опыт, да, когда я делал четвертый и пятый шаг в отношении одного человека. Вот. Этот шаг занял, пятый шаг занял, полчаса три. Вот. В четвертом шаге было 19 пунктов обид. И все, что я вынес из этого пятого шага, что мне нужно делать девятый шаг. Вот. А девятый шаг не в том даже, что я что-то должен, да, а девятый шаг в том, что я должен быть хорошим человеком по отношению к нему, да. И на сегодняшний день, как бы, вот это чувство ярости бешеной, да, которая перекрывала мне всю голову, оно уже лет, ну, сколько, четыре-пять не возвращается, да. Вот. И я делаю этот шаг регулярно, да. То есть я пытаюсь быть для него хорошим родственником, да. То есть я ему звоню, я спрашиваю, как у него дела, и, в общем-то, я пытаюсь наладить с ним отношения. И дело не в том, что какие стали отношения. Отношения стали хорошие. Ну, на самом деле, да, отношения стали хорошие. Но самое главное, да, что у меня вот эта вот злость и обида, она у меня прошла. По крайней мере, она на сегодняшний день меня не беспокоит. Вот. Но я знаю, что как только я перестану делать эти действия, это все может вернуться. То есть я не получил индульгенцию на всю оставшуюся жизнь, да. Это просто, ну, такие духовные действия, которые нужно делать регулярно. Спасибо. Так, ладно. И совсем последний вопрос. Гликерия. Записалась, я не увидел. Потом увидел. Звук включили? Ага. Привет, ребята. Гликерия. У меня не вопросы. Я просто хочу поблагодарить организаторов. Ребят, конечно, семейные пары, которые рассказали такие пронзительные истории. Откровенные, честные. И четыре вечера, вот просто есть спектакль пять вечеров. У меня было четыре вечера. Я каждую пятницу ждала, как вожделенное такое некое событие. Спасибо большое тем, кто придумал этот семинар, эти встречи. Хорошо бы их продолжить, конечно. И вот с этим пожеланием продолжения этих встреч я хочу закончить. пары просто прекрасные. Просто как будто живешь теперь вместе с ними. Хочется знать продолжение. Хочется еще встретиться. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Придумывайте новые темы. Мы останемся еще на недельку-другую. Спасибо. Ну, я уже думаю, будет какой-нибудь осенний там это, да, семинар, что-то уже к осени приду. Да, это долго. Ну, хоть летний. Нам тоже отдохнуть надо немножко. Спасибо большое, да. Это большое дело было. И хорошо, что это осталось в записи и на Ютубе, и вот сейчас на отдельном носителе. Хочется пересматривать, переслушать. В прошлый раз отношения с родителями, ну, это, вы не представляете, какой это мощная поддержка была тем, кто сейчас, пройдя уже все шаги и в программе, а Саша правильно сказал, говорит, вот проверь себя очень хорошо, приедь и поживи месячишко с родителями, сразу увидишь, на какой-то, кстати, находишься. На самом деле так и есть, но те, у кого есть проблемы, вот у меня две подруги, у них с родителями проблемы, они прослушали этот семинар, они не участвовали в прямом эфире, и они просто сказали, ну, сразу все как-то сфокусировалось, все нужные пазлы нашлись, все стало на свое место, и как-то очень реально стало понятно, что никого не переделать, никого не изменить, тем более родители. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Спасибо большое. Все, мы заканчиваем. Там Володя выставлял, где можно найти там записи, там записи на Ютубе, набираете, вот как называется семинар, весенний семинар, да, практиковать это во всех наших делах, или программа в действии, и она вам выдаст. Все, мы заканчиваем. Всем большое спасибо. Я благодарю всех спикеров, было очень круто. Все, Вова, включай всем микрофоны, давайте помолимся и закроем. Спасибо всем, спасибо огромное. Давай, Вова, начинай. Боже, дай мне разум, душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить, то, что могу, мудрость, мудрость отвечить одно другому. Спасибо всем, ребятам. Спасибо огромное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok